Ничего себе! Ты отходил, не слышал. И у Фарида ждёт третьего ребёнка. Рад за них. В Ташкент захотелось. Как у тебя с работы? Не получится рвануть на недельку к старикам? Не думаю. Мне кажется, сейчас самое идеальное время нам с тобой завести ребёнка. Вдвоём хорошо, втроём будет ещё лучше. Я не готов сейчас к этому разговору. Садись в машину. Ну а чего ты боишься? Я недавно была у врача. Он сказал, что у меня всё в порядке, главное не откладывать. Я думаю, только со съёмными квартирами нужно заканчивать. Возьмём ипотеку, купим квартиру. Замолчи, прошу тебя! Да. Я же сказал, что решу этот вопрос в течение нескольких дней. И не надо мне угрожать! Да. Хорошо, самое позднее, на следующей неделе. Что случилось? У нас беда. Я тебе чай сделала. Прости. А когда всё это началось? Ещё месяц назад. Я не хотел тебе говорить, думал про Русю. И сколько ты должен? Я ведь сам виноват. Мне же говорили, предупреждали меня. Не связывайся ты с этим банком. Там лихие ребята. Я же деньги-то не для весёлой жизни брал. Обороты хотел увеличить на развитие. У меня бы всё получилось, если бы не кризис этот, чёртов! Банки посыпались, эти в первую очередь. Я говорю, ребят, дайте мне время. Увеличьте процент, просто дайте мне время. Даже слушать не хотят. И что ты думаешь? Я ведь всё собрал. Я всё отдал, остались... Крохи! Слёзы! Была бы квартира, я бы заложил, и всё, и рассчитался бы. А так, вешайся! Никакой, они мне угрожают. Серьёзно угрожают. Подожди, тихо-тихо-тихо. Тихонько, мы что-нибудь обязательно... Да что мы придумаем? Ну вот что? Я тебе говорю, всё собрал, всё почистил. Ну, кого мог, занял. Сумма-то ерундовая. Тридцать тысяч долларов. Тридцатка баксов. Ну, смешно же. Взять ниоткуда. Так я снял. Не надо мне никаких капель. Да не успокаивай ты меня. Ну что, ты не понимаешь, в какое я дерьмо вляпался? А давай ты поспишь немножко, и мы что-нибудь обязательно придумаем. Это не бывает. Так что... Тридцатка баксов. 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 Алло, да, простите, он не может сейчас подойти. А что ему передать, кто звонит? Передай ему, что среда крайний срок. Среда поняла, и чтобы не думал с нами восточными хитростями своим крутить, в Москве долги возвращать полезно, а не возвращать вредно. Я ничего не понимаю. А тебе и понимать не надо. Он сам все знает, и без глупостей. Мы вас хоть в вашем ауле, хоть в Париже найдем. Можешь от себя добавить, что не хочешь раньше времени вдовой оставаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день. Я бы хотела узнать балансы и снять деньги. Добрый день. Я бы хотела узнать балансы и снять деньги. Сколько хотите снять? Простите, а я могу идти в минус? Нет, девушка, у вас же дебетовая карточка. Заводите у нас кредитную. Тогда идите, куда хотите. А прямо сейчас можно оформить кредит? Справка 2 НДФЛ, выписка из бухгалтерии за текущий год и копия паспорта с пропиской. Идите в кредитный отдел, пишите заявление. А вот без справок как-то можно? У меня всего два дня. Идите в кредитный отдел, девушка. Следующий. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Я бы хотела сдать шубу. Покажите. Вот. Сколько она для вас должна стоить? Я бы хотела посоветоваться. Дело в том, что это очень дорогая вещь, но мне срочно нужны деньги, и я бы могла снизить. Сколько? Две тысячи долларов. Подождите, ну это же норковая шуба и известная фирма. Посмотрите, мне муж привез из Милана, с недели высокой моды. Ваш муж купил эту паленку на черкизовском рынке. Ну и дурят мужики нас. Не возьму. Извините. Здрасте. Мне нужно оценить, сколько это может стоить. Ювелирные изделия принимаем на вес. Вон, смотрите, таблицу. Это авторская работа. Посмотрите, какой камень. У нас принимают на вес. По цене металла. Что мне делать? Мне деньги нужны. А я знаю. Вон, возьмите газету, посмотрите. Может, кому надо то, что у вас есть. Сейчас, кстати, старую мебель очень хорошо берут. Есть у вас? Нет. Ну так сдайте квартиру. Мы сможем сами снимаем квартиру. Сребрится сиделка. Отлично. Это что нужно гениально. Прекрасно. Да. Добрый вечер. Я по объявлению. Вам требуется сиделка к больному человеку? Требуется. А откуда вы? В каком смысле? В прямую. Вы москвичке или нужна регистрация? Нет, регистрация не нужна. Ну, а дело в том, что мне нужны деньги авансом вперед за два года. Вы с ума сошли, женщина, или издеваетесь? Больше сюда не звоните. Нет, нужно как-то по-другому. Нужно про деньги в конце говорить. Алло, слушаю, не молчите. Добрый вечер. Я по объявлению. Здесь написано, что вам требуется помощница по хозяйству с проживанием по уходу за больным человеком. Ну? Я хотела узнать, а что значит с проживанием? То и значит. Будете жить у нее в комнате. Ей нужен постоянный уход. А чем больна ваша родственница? Да не больна. Она старуху просто из ума выжила. И сколько вы готовы заплатить за это? Договоримся, но много платить не могу. Проживание плюс еда. На всем готовом. Когда я могу к вам подъехать, чтобы обсудить условия договора? Фамилия. Чья? Ну не моя же. Амирова. По буквам. А-ми-ро-ва. Это фамилия моего отчима, а меня зовут Вероника. Вы нам не подходите, извините. Подождите, а почему? Я врач по образованию, у меня диплом. Я несколько лет проработала на скорой помощи. Вы нам не подходите. Нет, я сказал. И этого нам еще не хватало. Нелегалку Амирову в придачу к сумасшедшей старухе. Да что ж это такое? Привет. Привет. Ты пораньше сегодня? Ты не звонил? Нет. Пойдем ужинать. Я не голод. Ну прекрати. Испортившись у тебя желудок, кому ж лучше будет от этого? Я тебе как врач говорю. Тем более у нас сегодня сырники с изюмом, воздушные. Все как ты любишь. Кусок в рот налезет. Не могу. Ну пристань, а? Не надо. Ты же видишь, в каком я сейчас состоянии. Прошу тебя, пожалуйста. Давай ты не будешь паниковать. Я что-нибудь придумаю. Я на самом деле уже придумала, только нужно немножко времени. У нас нет этого времени. Давай мы не будем больше об этом сегодня говорить. А о чем еще говорить? Я ни о чем другом думать не могу. Не то, что говорить. Прости, крышу сносит. Ничего. Мне секретарь, что сегодня сорвался теперь на тебя. Да я не обижаюсь. Я же люблю тебя. Говорится в радости, я говорю. Пойду прилегу. Пойду прилегу. Пойду прилегу. Пойду прилегу. Пойду прилегу. Пойду прилегу. и трудовую книжку. Я работала на скорой помощи. А почему вас не устраивает работа в медицинском учреждении? Дело в том, что у меня так сложились обстоятельства, что мне срочно нужны деньги, и я бы хотела получить довольно крупную сумму авансом. Вы прописаны в Москве? Нет. А где вы прописаны? Вы приезжая? Я из Ташкента. Я русская из Ташкента. Мы с мужем здесь снимаем квартиру. Нам нужны деньги, чтобы вернуть долг. Вы давно живете в Москве? Четыре года. Где работали все это время? Нигде. Муж хорошо зарабатывал. Тысяча долларов в месяц вас устроит? Да. Но я хотела бы получить сумму авансом. Приезжайте. Детали обсудим при встрече. Записывайте адрес. Да, пишу. Диктуйте. Тульская, 15. 164. Да, Роман Владимирович. Мы на ректорах вчера обсуждали, что это прекрасно, что странно-то поддержали всю жизнь в России. Здрасте. Я договорилась о встрече. Вот так. Селектор Долбин. Мам! А он прислал свадьбу, аспирантку Бирюкова. Да, и она с Кожемякиной сцепилась там насморк. Говорит, хорошо. Таможенный союз, не таможенный. Как студентам-то это объяснять? Вот все. Таможенный союз еще куда-то. Здрасте. Вы проходите. Вы действительно врач? Да, врач. Вы мне встречу назначили. Боже мой, это неважно. Ему плохо. Вы можете помочь? Да. Где у вас руки помыть? Вот здесь, пожалуйста. С утра жаловался на те же в груди, а сейчас задыхается. Не знаю, может скорую вызвать, а? Подождите минутку. Угу. Сюда, пожалуйста. Быстрее, пожалуйста. Добрый день. Желудок что-то тянет и вроде воздуха не хватает. Давно? Да, вот как покушал, так через полчасика и похужел что-то. Что там, инфаркт что ли опять? Что вы кушали? Котлеты с тушеной капустой. Капуста вам не показана. А. Покажите точно, где болит. Тут где-то. Плечо отдает? Нет, вроде. В шею. Нет. Так, как насчет скорой? Вызывать нет? Пульс хорошего наполнения. Со стороны сердца тоже все в порядке. Я думаю, это обострение гастрита, и сейчас мы его снимем. Но в будущем нужно быть аккуратным. Ничего острого, жирного. Я думаю, это тушеная капуста. Впервые слышу. Капуста уже нельзя. Адочка. Такую солянку готовила. Аромат. Во всей квартире. Адочка, это ваша жена? Покойная. Как умерла, так порядку в доме не стало. Все верну. Давайте. Аккуратненько. Как вас зовут-то? Вероника, можно просто Ника? Ага. Вроде получше. Хорошие руки у вас. И голос. Хороший. Чего ж другие-то в России ничего про капусту не говорили? Может, это не капуста? Какие котлеты вы ели? Отличные. Бараньи. Сын вчера из супермаркера этого принес. От бараньи котлеты вам, к сожалению, тоже нельзя. Да вы-то откуда знаете? Вы диетолог, что ли? Вообще, в какой области врач? Терапевт. Терапевт. Так откуда ж вам знать? Ладно, и ступайте, я отдохнуть хочу. Ну, не уходите. Ну, как он? Я отдала ему обволакивающее, чтобы снять раздражение, а нес, чтобы потихомирить боль. Ему уже лучше. Боль была достаточно острой, но, надеюсь, без последствий. Ну, это хорошо. А то бы мы стали скорую вызывать. От больницы он и отказывается. У вас что, это ваши документы? Нет. Выписка Николая Григорьевича после последней госпитализации. Хотела посмотреть, если... Ну, тогда пройдемте в комнату. Что мы тут стоим? Павел, нужно обсудить условия договора. Да, у вас паспорт с собой, да? Угу. Павел, познакомься. Это Вероника. Она врач. Павел Николаевич. Вероника, можно просто, Ника, как вам удобно. Присядем за стол. И так, Ника, я хочу очертить круг ваших обязанностей. Чтобы впоследствии не было недоразумений. Ну, тут я не нужен, наверное. Нужен, Павел. Ты поправишь меня, если я что-нибудь забуду. Да, дорогая. Главное, это здоровье Николая Григорьевича. Затем дом. Я много работаю. Я архитектор-дизайнер. Мой муж тоже целыми днями на работе. Он профессор. Дети. Денис в институте, Алена в школе. Поэтому дома чаще всего никого нет. У вас будет масса свободного времени. Надо только выгуливать собаку. И желательно делать это, когда мы дома. Деда ни в коем случае нельзя оставлять одного. Запомните это. Это главное условие, на котором я настаиваю. Продукты. Деньги на еду будут выдаваться ежедневно. Мы питаемся скромно, но желательно, чтобы в доме всегда был завтрак и ужин. Ну и, разумеется, обед для Николая Григорьевича. Уборка. Ну, это вы сами понимаете. Кажется, все, Павел? Я ничего не упустила? Я просто хотел добавить, что в выходные мы с детьми тоже хотели бы обедать. О, Господи, это и так понятно. Вам будет выделена комната. Небольшая, но очень уютная. Бывший кабинет Аделаиды Тимофеевны. Денис, да прекратишь ты, наконец! Или сделай потише, голова раскалывается! Теперь ваши условия. Мы? Я бы хотела получить деньги за два с половиной года вперед. Как вы сказали? За два с половиной года вперед? Да это вообще неслыханно! Да я вас первый раз вижу! Помолчи, Павел! Мы это обсудим! Дай человеку сказать! Я понимаю, что мои условия, они кажутся несколько странными, плохо, а вас не будет рядом. Вот вдруг у него будет такой же приступ, как сегодня! И потом за такие деньги еще и выходные! Успокойся, Павел! Прошу тебя без резкостей! Если я буду вечером свободна, я могла бы вас заменить. Но это трудно решить заранее. Подождите минутку. Нам с мужем надо обсудить некоторые детали. Да откуда? Да это вообще трудно себе представить! Я не участвую! Спокойся, Павел! Сядь! Я ничего не знаю! Вы все сошли с ума! Что-то для домработницы вы слишком круто одеты! Это ваши вещи? Мои! А какие у тебя предположения? Что, я покрала прошлых хозяев? Войдите, Ника! Ника, а у вас с собой паспорт? Да! Можно! Диплом, трудовую книжку надо? Обязательно! Спасибо! Мы вот тут кое-что написали. Это, конечно, формальность, но вы понимаете, что мы идем на большой риск. Тут написано, что мы даем вам в долг 30 тысяч долларов на два с половиной года. В каком смысле? В долг? В долг это такая форма договора. Мы даем вам 30 тысяч в долг, а за это вы у нас работаете сиделкой и домохозяйкой. Ну, естественно, если произойдет преждевременная кончина отца, вы будете обязаны вернуть нам деньги назад. Ваши документы я пока оставлю у себя. Так, на всякий случай. Они ведь вам не пригодятся. Вы же будете жить на всем готовом. Ну, и, конечно, мы в любую минуту можем расторгнуть договор, потребовав у вас деньги обратно. А вот и деньги. Так вы согласны? Или вам надо подумать? Может, вам надо с кем-то посоветоваться? Согласна. Отлично. Ну, а когда вы к нам можете переехать? Завтра. Завтра? Ну, тогда и деньги. Давайте завтра. Павел! Мы должны доверять Ники. Спасибо. Завтра с утра я у вас. В какое время вам удобно, чтобы я приехала? Ну, чем раньше, чем лучше. Но с Аргоном мы обычно гуляем в 7 утра. С кем? С Аргоном. Так зовут нашу собаку. Я не желаю больше от тебя об этом слышать. Я тебе уже миллион раз говорила. И я запрещаю тебе говорить так о моем муже. Ты слышишь? Запрещаю. А вот это ты зря сказала. Мне никто ничего не может запретить. Игорь, ну ты что, обиделся? Нет. Просто больше я не хочу тебя видеть никогда. Уходи. Почему? Что случилось? Я тебе уже все объяснил. Игоречек, ну пожалуйста, ну это же просто слово. Для меня это не просто слово. Игорь, ну это же глупо. Ты что, ты ревнуешь меня к моему мужу? Ты такая же дура, как все остальные. Пошло. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Доможныш? Нормально, я спиваю. Прости, пробки. Вот, держи. Ровно тридцать? Да. Откуда у тебя это? Я тебе дома все объяснил. Все нормально. Ну, хорошо. Спасибо. Тебя ждать? Не надо, у меня дела. Езжай домой, я перезвоню. Хорошо. Извините, а вы не подскажете, как найти улицу Угрежская? Это вам нужна станция Кожуховская. А метро вот там. Спасибо. Ну, что, Игорь, пойдем? Ты сейчас куда? Домой или на работу? Домой. Ты бы заходил, а то как не родные. Муж про тебя спрашивал. Он хочет, чтобы ты последнюю книгу со своими иллюстрациями подарил. Зачем? Ну, как? Ты же нам не чужой. Ладно, подарю. Спасибо. Ты заходи, заходи обязательно. Не знаю, работы много. Мама бы тобой гордилась, что ты такой успешный. Гордилась? Конечно. Она ж тебя вырастила, столько сердца вложила. Считаешь, я недостаточно благодарен за то, что она воспитала сиротку? Я благодарен. Подвезти? Да, на метро. А я там сама, ну, чтобы тебе крюк не делать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я скоро буду. Ну, ты же обещала, что будешь к восьми. Мне, между прочим, рано вставать завтра. Ник, я сейчас не могу говорить. Что случилось? Ты ей деньги им отдал? Все в порядке. Я буду в течение часа. Все, давай, пока. Пока. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Если через пять минут ты не приедешь, я начну пить без тебя. Все, я хожу в подъезд. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ваши тапочки. Ваши куртки. По какому поводу цирк? Готовлюсь к новой роли. Какой еще роли? Да только не сердись. Что еще получилось? Это что такое? Дело в том, что мне придется на время съехать. Куда это? Я тебе все объясню. Нам с тобой придется время нарастаться. Я же тебе не сказала, где я деньги достала. Я думал, ты что-то удачно продала. Да, продала. Себя в рабство. В каком смысле? Я устроилась сиделкой. С проживанием. Прости, я просто не хотела тебе раньше времени говорить. Думала, вдруг сорвется. Но я же обещала тебе, что достану деньги. Я их достала. Ты молодец. Ты все правильно сделала. Спасибо тебе. Слушай, я что-то с ума не сошел. Знаешь, как бывает, думал, из-за какой-то ерунды вся жизнь летит. Тар-тарары. Спасибо тебе. Семейство такое странное. Особенно он. Больной? Нет, больной как раз нормальный. Сын его профессор. Он вообще жмот редкостный. Все деньги пересчитал, пересклиняю. Противно смотреть. Да что мы все время об этом? Я же ужин приготовила. Форель. Все как ты любишь. Давай вино откроем. Пойдем. Я жутко голодная. Пойдем? Да, конечно. Ну, Ника, клянусь тебе, при первой же возможности я тебе эти деньги вернусь. Ты сможешь свалить из этой семейки. Ну, когда это еще будет? А пока мы с тобой даже не сможем видеться каждый день. Зато мы можем встречаться, как тайные любовники назначать свидание. Пойдем. Все не совсем так. Я тоже должен тебе сказать. Мы вообще больше не будем встречаться. Понимаю, не самый подходящий момент для объяснения, но лучше так, чем тянуть и врать. Ты меня бросаешь? Бросаешь. Что за дурацкие слова? Ты взрослая, самостоятельная женщина. Мы прекрасно прожили эти годы. И я тебе ужасно благодарен за все. Ну, ты верный друг, я тебя очень уважаю, но... Черт, приходится говорить банальности. Я полюбил другую женщину. Сегодня? Ник, ну не надо сейчас шутить. Я не шучу. Скажи, а почему ты не сказал тогда, когда полюбил? Я думал, пустой роман. Сам рассосется. Пытались несколько раз расстаться. Не получилось. Я понимаю, что выгляжу сейчас полным дерьмом. Если тебе так проще, можешь считать меня негодяем. Но я, правда, без них жить не могу. Вика, подожди. Да подожди, нельзя же так. Слушай, Вика! Да пошел ты! Вика! Я прошу тебя, только родителям ничего моим не говори. Это их убьет! Ну что такое? Почему рыдание? Случилось что-нибудь? У меня муж ушел. Ну тут помочь вам трудно, конечно. Но беда эта не масштабная, я сразу скажу. Вероника. Ну мы же с вами на завтра договаривались. Да я подумала, что было бы неплохо проснуться и с утра приступить к работе. Ну да, так даже лучше. Проходите. Проходите, я покажу вам вашу комнату. А послушайте, раз уж так получилось, может, вы пойдете погуляйте с Аргоном, а потом уже я покажу вам вашу комнату. Отлично. Аргон! Пойдем. Аргон! Сюда, сюда, сюда. Пойдем. Гулять. Здрасте. Здрасте. Скажите, а у вас мальчик или девочка? Кобель. Какие мы мохнатые! И как нас зовут? Нас зовут Аргон. Простите, я очень спешу. Это она. Точно. Смотри, вот там она живет и с собакой гуляет. А ты верен, что собака та самая? Да. Вадька говорил, что кличка у нее какая-то химическая с таблицей Менделеева. Ну? Так вот собаку зовут Аргон. Пап, не сомневайся, это она. Ну вот и славно. Пап, не сомневайся, это она. Пап, не сомневайся, это она. Вы куда? С Аргоном гулять, он давно просится. Что же вы раньше не вышли? Пусть теперь терпят. Николай Григорьевич уже встал, ему завтракать пора. Он всегда завтракает другому в шесть утра. Что ему приготовить? Вы у него спросите, что попросит, то и приготовите. Это теперь ваша работа. Доброе утро. Запомните, я встаю всегда в шесть часов. Когда работал, вообще в пять вставал. Очень плохо, что нынче молодежь спит подолгу. Поэтому ни хрена не успевает сделать. Вы, видимо, спать любите? Люблю. У меня очень долго была такая возможность. Значит, если я правильно вас понял, завтрака мне сегодня не ждать. Я сейчас приготовлю. Что вам сделать? Может быть, омлет, кашу? Во что даже не проинструктировали? Не ем я кашу и омлетов. Пожалуйста, чашку чая и хлеб. С маслом и с джемом. Какие булочки Адочка пекла? С корицей, с изюмом. Постарайтесь научиться печь такие булочки, а? Я постараюсь, но, боюсь, сегодня уже не успею. Господи, да дайте хоть что-нибудь. Хорошо. Чи-чи-чи-чи. Доброе утро, Денис. М-м-м, блины. А что, еще что-нибудь есть пожать? Что вы заказывали? Побольше и посуднее. Мясо, котлеты, салатик хорошо, байкость со сливками. Мясо на все жарить или только тебе? А с Аргоном кто-нибудь гулял? Чего он сам не свой-то? Может, ты с ним выбежишь, пока я тебе мясо жарю? Ника, с Аргоном нельзя выбежать. Он не идиот, понятно? Он пока все свои дела не сделает, он Аргон. Он его обратно потом домой силой не затащишь. Я тебе мясо с кровью сделала. Так, я опаздываю. Что за боль? Дышать нечем. Здорово, пипетка. Доброе утро. А тебе тоже мясо? Я вообще-то вегетарианка. Это он мой братец. Людоед прям с утра лопает мясо убитых коров. А где мой хлеб? Твой? Вообще-то в доме никакого нет хлеба. А почему? На лену никто не купил. А вы-то почему не купили? С самого утра здесь бегаете, топаете, спать не даете, а хлеба нет. Тоже мне наняли родители домработницу. Еще такие деньги отвалили. Бегите за хлебом. И мне купите хлеб со трубями. По-моему, ты самое тактичное существо в этом доме. Вон, миленький. Ну что же это такое? Сил уже нет-то, а? Пойдем спокойно. Пойдем. Аргон! Домой! Пойдем. Ника! Ника, не давайте Аргону валяться! Вы что, за ним совсем не смотрите? Немедленно отведите его в ванну и вымойте хорошенько. Кажется, я с ним не справляюсь. Ну так справьтесь, милая моя. Да, и кстати, у нас в выходные будут гости. Приготовьте, приготовьте что-нибудь этакое. Ну, что у вас там делают? Плов, манты? Что вы там умеете? Вы умеете? Умею. Ну хорошо. Ладно. Николай Григорьевич, а почему вы не отдали Аргону на выучку? Его удержать невозможно. Вы что, не знаете, как эти инструкторы ломают собак? Об этом и речи быть не могло. Аллочка всегда была против этих бесчеловечных методов. А кто раньше гулял с Аргоном? Аллочка, когда была жива, все в доме очень толково организовала. С Аргоном гулял Павлуша. Это была его обязанность. А если он бывал в отъезде или болел тогда, Денис? А почему не Алена, не Наталья Сергеевна? У нас в семье праздными вопросами никто никогда не задавался. Раз она так сказала, значит, так правильно. Вам не понять, насколько Ада всегда была права. Тот же вопрос с Аргоном. Алена и Наталья женщины. Они же такую собаку не удерживают. А женщин беречь надо. Чего это вы ухмыляетесь? Да я подумала, что я тоже в некоторой степени женщина. Вы не в некоторой степени на работе. А на работе нет никакого пола. Есть хорошие работники, есть скверные. Вас я пока к хорошим причислить, увы, не могу. Буду стараться. Ника! Ника! Ника, привет! Это ты! Жан, привет! Не надо, не надо целоваться, дай в таком виде. А чего ты в таком виде? И чего у тебя столько сумок? Работы. Сумки носишь? Прости, долго объяснять. Это все из-за Олега, да? Ему назло. Слушай, давайте подвезут. Дождь такой. Тебе далеко? Да нет, меня здесь совсем рядом. А он теперь у Ксюши живет. Кто? Олег твой. Ну, пусть живет. Ты не должна так говорить. За мужика нужно бороться. Тем более за такого, как твой Олег. Как? Как бороться? Любыми средствами. Ксюша, конечно, вцепилась в него стальной хваткой. Но ты не должна забывать о том, что он твой муж. Я вот от своего мужика девок каленым железом отгоняю. А у меня нет каленого железа. Значит, слушай, они живут на Саратовской, 24, квартира, 221. Беги туда, устраивай скандал, рви волосы. Ну, в общем, так, чтобы все соседи слышали. Что ты несешь? Ника! Ника, да брось! Брось! Мужики любят, когда за них борются. Давай я тебя подвезу, а? Спасибо, я почти пришла. Пока, удачи. Пошли. Куда ты? Ах ты! Ну, пошли. Здравствуйте! Здрасте. А я сегодня прям любуюсь на вас. В прошлый раз-то вы рыдали. Что, муж вернулся или плюнули на подлеца? Не, не вернулся. Ай, хрен с ним. Иди гуляй. Давайте знакомиться. Назар Захарович. Или дядя Назар. Меня так все зовут. Дядя Назар. Ника. Спасибо. За что? Ну, что не послали старого дурака. А то подумайте, что я к вам пристаю. Хотя, может, я правда пристаю. Блондинки. Моя слабость. И жена у вас блондинка? Да, была. Я вдовец. Да не, ничего. Я давно вдовствую. Привык. Аргон! Ко мне! Вот непослушная собака. Красивый у вас пес. Дорогой, небось. Да это не мой хозяйский. Я только третий день его выгуливаю. Что значит хозяйский? Это что, работа такая, собак выгуливать? Если. Не понял. Да я и сиделка, и кухарка, и домработница, и вот, дрессировщик собак. А вы часто здесь гуляете? Почти каждый день. Здесь собакам больше бегать негде. Значит, увидимся. До свидания. До встречи. Аргон, домой! Она ничего не заподозрила? Да нет. Пес сам ко мне подошел и стал руку лизать. Это хорошо. Ты с моей не засветись. Завтра пойду к Вадьке. Уточню еще раз про собаку. Не надо. Почему? Ну, ничего его. Ее с ней раз не лиривать. Сами справимся, сынок. Мы так справимся. Знаешь что? Мало не покажется. Папа, Вадик убежается, что ты к нему не приезжаешь. Может, ты как-нибудь вырвешься, а я тебя здесь подменю? Время придет. Повернусь, сейчас не это главное. Сейчас главное, ты за ней следи. Нам все нужно знать, где она с собакой гуляет, где она в магазин ходит, где она отдыхает. Все, понимаешь? Папа, я Вадике говорю, что ты на трех работах работаешь. Даже в выходные. Он головой кивает, а в глазах тоска вселенская. Он думает, что ты его трусом считаешь. И брезгуешь с ним общаться. Скажи ему завтра, что я очень его люблю. Я говорю. Плохо говоришь. Найди слова. Впрочем, сейчас дело сделаем, Вадик сам все поймет. На то мы и семья. Чтобы за близких врагов рвать. Мама не звонила? Может, ее встретить надо? Не надо маму встречать. У нас мама ценный работник. Ее на работу с работы на машине возит. Я пойду позанимаюсь. Завтра контрольная, серьезная. Да, только смотри, ты к Вадике завтра не опоздай. В институте не задерживайся, ладно? Пап, когда я опаздывал? Вот и молодец. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Ольга Петровна? Опять и вы? Здрасте. Я. Спасибо. Какие красивые цветы, хорошо пахнут. Я провожу. Проводите, только я не знаю, зачем вам это нужно. Вы красивый молодой мужчина, и какой интерес провожать вам скучную старуху, как я? Вы очень интересный человек, Ольга Петровна. Я? Пойдемте. Спасибо. Игорь, вы совсем не похожи на современного молодого мужчину. Вы как будто бы из другой эпохи, из другого века. Но я посоветовала бы вам все-таки обратить внимание на своих сверстниц. Да я пытался, но про мои пошлости и душевные пустоты ничего не нашел. Через вот сообщение мне становится дико скучно. Да, вы правы. Сейчас молодым ячим говорить друг с другом наступила эпоха словесного оскудения. Я каждый день наблюдаю, как разговаривают мои ученики. Это ужасно. А у вас были хорошие учителя? О, да, это правда, Ольга Петровна. А вы не хотите перекусить? Здесь недалеко хороший ресторан. Нет, спасибо, это ни к чему. Хочется что-то сделать приятным. Вы и так мне подарили цветы, провожаете меня домой. Мне кажется, этого достаточно. Я не на что не могу рассчитывать? А на что, собственно, вы собирались рассчитывать? Нет, я имел в виду, что хотел пригласить вас в кино на хороший фильм. Ну, я все равно не понимаю, для чего вам это надо? Приглашать меня в кино, провожать домой, дарить цветы. Неужели нет более интересного занятия? Самое достойное занятие на свете – это дарить цветы умной и красивой женщине. У вас были хорошие учителя. Вы знаете, я пойду с вами в кино. У меня скоро каникулы. И появится свободное время. Прекрасно. Наталья Сергеевна, а вы в пятницу работаете? А что? У Николая Григорьевича заседание Совета ветеранов. Меня в последнее время очень волнует его сердце. Не хотелось бы его отпускать с посторонним человеком на такси. Может быть, вы его отвезете? Хорошо, я отвезу. Вам напомнить? Да, напомните мне в четверг вечером. Мам, ты лучше запиши в органайзер. А то до четверга еще долго. Можешь забыть и договориться с кем-нибудь. У меня нет добавки Жаркова? Осталось только для Павла Николаевича. Павел Николаевич сегодня задерживается. Он ужинает в ресторане, так что отдайте все Денису. О, кажется, все ясно. Кто-то сегодня вернется в кусках, и мы будем таскать дыханное тело. Денис! Ну что такое, мам? Ну все равно Ника рано или поздно узнает. Ника наш папа замечательный человек, но запойный. И как запьет, уже никого мало не покажет. Укратите. Павел Николаевич сегодня ужинает в ресторане по работе. А, по работе? Тогда другое дело. Я просто думал, опять дядя Слава приехал. Алена, убери мусор со стола. Слушайте, Ника, приготовьте к пятнице манты, ладно? А то я пацанов позвал. Да, и как-то побольше. Нам в прошлый раз не хватило, даже как-то неловко стало. Денис, у Ники без твоей оравы работы хватает. Ну мы же ей вообще-то за это деньги платим. Кстати, Ника, а как насчет белого свитера? Я его просила отдать химчистку. Я его отнесла, уже получила. Посмотри в своей комнате. Я смотрела, его там нету. Посмотри еще раз, он в шкафу. Вы что, без спроса в мой шкаф залезали? Мам, ну я же просила, чтобы никто не смел. Алена, не кричи. Наталья Сергеевна, мне нужно в аптеку сходить. У Николая Григорьевича заканчивается кислород. Еще мы начали курс кардикета, надо бы это купить. Хорошо. Только возьмите с собой аргон. Ой, я думаю, это ни к чему. Я его вечером выгулю. Ну, конечно. Собака наша ей мешает. А деньги наши не мешают? Алена. Алена. Дверь открой. Холодно в подъезде. Пьяный. А, приколись, дверь открывает. Садай. Как? Оба, да. Воню. Пятьсот десять рублей. Ага. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Пidersи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, добрый вечер. Давайте я вам помогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте, давайте. Ну, что вы, давайте. О, какой тяжелый. Как Николай Григорьевич? Потихоньку. Вот купила ему кислородный баллон. Да что ж это такое? Заел. Ну, давайте я попробую. Шон, никак на операцию не может решиться? Боится. Возраст уже. Да и операция сложная на открытом сердце. Ага. Жалко, вот Аделаида Тимофеевны нет рядом с ним. Она б его уговорила. О, женщина была строгая. Огонь! Вы были с ней знакомы, да? Конечно. Наши семьи были дружны с Греминами. В гости к друг другу ходили. Вот. Скажу вам по секрету, Аделаида меня в институт помогала устраивать. А наше поколение что-то никак не сошлось. То ли юношеский максимализм, то ли. А вас-то как, между прочим, зовут? Вы же у Греминых работаете, а я до сих пор не знаю вашего имени. Ника. Как? Ираника. А, очень приятно. А меня Виктор. Ну, в смысле, Валентин Ильич. Очень приятно. Заходите как-нибудь и чаек попить. Ну вот, сработало. Ника! Где вы были? А что случилось? Почему сумки грязные? Вы что, упали? Наталья Сергеевна, я не упала. На меня напали грабители, мне пришлось отбиваться. Простите, что так получилось. Сумки пришлось поставить на землю. Ох, ужас! Зачем же вы пошли ночью? У нас такой район нехороший. Всего несколько приличных домов. А в остальных живет всякая пьянь. Паша, ты слышишь? На Нику напали возле нашей аптеки, а? Ужас! Надеюсь, это вам не помешало купить мне кефир? Не помешало. Алена, как тебе не стыдно? С Никой такое случилось, а ты про свой кефир. Вы совсем обалдели, что ли? У меня лекция утром. Паша! Паша, ты слышишь? А не надо никуда по ночам из дома выходить. Тогда ничего случаться и не будет. Паша, ну что ты сидишь и сделаешь? Храни меня от злости. Храни меня от тьмы отчаяния. Во времена, когда силы мои исходят. Ножги во мраке огонь, который сохранит меня. Дай мне силы, чтобы все мои действия были во благо других. Алло, 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 Олег, твой телефон звонит. Алло, вам Олега? Что умолчить? Раз нечего сказать, так больше и не звоните. Слушай, а может на улицу выйдем? Ну, оденемся, только потеплей. Я тебе, кстати, шарф принес. Смотри. Мамку пила. Тебе не нравится? Мне все равно. Тебе очень противно здесь со мной торчать. Ну, что ты такое говоришь? Я просто думал, что тебе будет полезно свежим воздухом подышать. Да нет, не хочется. Ну, и хочешь как хочешь, тогда здесь посидим. Тем более, я сегодня шел из... Ну, в общем, шел и сам слегка замерз. Ты из института шел? Да. К метро, чтобы к тебе ехать. Измучил я вас. Не жалеете, что не дали сдохнуть? Замолчи, Вадь. Хорошо, что мама с папой тебя не слышат. Ты скоро поправишься. Тебя выпишут. И заживем, как прежде. Все в Икеи будет, слышишь? Нет, ничего не будет. Это у тебя, конечно, все будет отлично. А со мной все кончено. Вадик, мы ведь с тобой, кажется, договаривались. Ты опять начинаешь? Прости. Ну, ты меня прости. Надо было нам с твоей в один вуз поступать. Тогда бы ничего не случилось. Учились бы с тобой на одном курсе. Ездили бы вместе везде. Да, и всю жизнь ты бы меня за ручку водил, как дебила. Нет, Костя, что есть, то есть. Знаешь, как в сказках? Один брат умный, другой дурак. Отец меня презирает. Даже видеть меня не хочет. Отец о тебе все время думает. Тогда почему же не приходит? Ну, у него просто работы много. И по вечерам, и по выходным. Ты врать не умеешь. Не обижайся, Костик. Иди, я устал. Вадь, я к тебе больше часа ехал. Жалко мне тебя, таскаешься в такую даль. А главное, кайфа тебе ноль. Главное, зря. Вадь! Погоди, Костя, в моей жизни уже ничего не изменится. Что случилось, то случилось. И ты знаешь, история назад не ходит. Лучше бы отец просто любил меня и навещал хотя бы раз в неделю. Я по нему скучаю. Он ко мне не приходит, и мне постоянно кажется, что он от меня отказался. Послушай, никогда, никогда ни отец, ни мама, ни я, никогда от тебя не откажемся. Слышишь? Мы отомстим, и все будет нормально, как раньше. Я сегодня по радио слышал. Одного паренька так в армии достали, что он взял, перестрелял пять человек и бежал. Как думаешь, ему теперь пожизненное катит? Не знаю. Учтут, наверное, что достали. А ты бы лучше музыку слушал, а не ерунду всякую. Вам не понравилось? Да я ничего другого не ожидала. Обычный, современный фильм. Мне жаль, я испортил вам вечер. Нет, ну что вы. Не расстраивайтесь. Не вы же его снимали, не вы играли в нем. Я пригласил вас туда, и вы потратили свое время. Да будет вам. Спасибо за приглашение. Спасибо. Ольга Петровна, я абсолютно с вами согласен. Да. Ну, я вас умоляк. Давайте сделаем еще одну попытку. Я очень хочу ходить с вами в театр. В какой? Современник. А на какой спектакль? Вишневый сад. Премьера. Но сейчас премьера не только Вишневого сада. В Малом, например, Островский. Я просто очень люблю этот театр. Там хорошие актеры. Но если вы возражаете, я куплю билеты на Островском. Да нет. Хорошо, идем. Когда? Послезавтра. Хорошо. Да, вы знаете, я так устаю в школе, что мечтаю об отдыхе. А когда наступают каникулы, такая тоска. Ведь праздники не для одиноких людей. Вы согласны? Да. Я тоже не люблю праздники, особо на Новый год. Я очень рада была видеть вас с Эдой. Спасибо вам. Тогда увидимся послезавтра в 18.30 у главного фото. Хорошо. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так откуда ты ехал? Из больницы. У меня брат в больнице, я его навещал. Что-то серьезно с братом? Ну, как сказать? Ой, пойдем. У него нервы, в общем. Ага. А младший, старший? Ровесник. Мы с ним близнецы. Да? У тебя есть близнецы? Ну, да. То есть он такой же, как ты? Ну, не совсем. Мы разные. И внешне, и внутренне. Он, знаешь, он такой нежный, ранимый. Не такой, как я. Он в институт не поступил, и вот нервный срыв. И ты его каждый день навещаешь? Ну, почти. Иногда в выходные мама ездит. Ну, знаешь, у нее столько работы, что она даже в выходные не всегда успевает. А кем мама работает? Прости, пожалуйста, что я спрашиваю. Просто мне так все интересно про тебя, что? Ничего. Мама-мама переводчик. Ага. Вот. Еще у нее учеников очень много. А твои чем занимаются родители? Ой, у меня, да, папаша банкирствует в силу умственных возможностей. Значит, мама тратит то, что он банкует. Но самым, конечно, главным делом у меня занимается бабушка. Она очень внимательно следит, чтобы я, не дай бог, не вышла замуж за проходимца. Слушай, а дай мне на этой штуке прокатиться, а? Ты хочешь прокатиться? Угу. Давай, попробуй. Держи. Только аккуратно. Это будет первый раз в жизни. Давай. Ай! Да у меня просто бабка думает, что мать за отца вышла по расчету, понимаешь? Я тебя поэтому просто не могу пригласить в гости, она тебя съест. И оскарбить может, знаешь, у нее не задержатся. Ой, ой. Так странно. Чего странно? Ну, мы с тобой почти семестр уже вместе учимся, а познакомились нормально только сейчас. И в метро нам с тобой по одной ветке до дома. Ни разу вместе не ездили. А я просто на метро не езжу. Ну, я представляю, что вчера одному идиоту крыло помял, ну и он мне тоже помял. Машина в ремонте готова будет где-то через неделю. А какая у тебя машина? Да, бэха-трешка. Не новая, конечно. Нехило. Мила, а чем твой парень занимается? Парень? Ну, чем-то, наверное, и занимается, раз у него на меня времени не хватает. Вы редко видитесь? Угу. Вообще ни разу не виделись. В смысле? Вас что, как на Востоке заочно окрутили? Ну да. Боженька же уже давно всех по парам распределил. Мне кого-то тоже назначил. Только вот что ты этот назначил и никак не спешит со мной встретиться. Да нет у меня никого! Ты обалденная девушка! Ой, аккуратно! Тоже классный! А хочешь, я завтра тебя до больницы, где твой брат лежит, провожу? Ну, там рядом что-нибудь есть? В смысле что-нибудь? Там дома есть, люди ходят, машины ездят. Нет, я имею в виду какое-нибудь кафе, а еще лучше интернет. Я бы в чате посидела, пока ты с братом был бы. Слушай, там есть, я рядом с больницей видел интернет-кафе. Да? Ой! Тогда, может быть, я тебя подожду, пока ты с братом будешь, а потом рванем куда-нибудь. Давай? Давай. Ну, ну вот. Ну, я побежала. Да. Давай, до завтра. Пока. Пока. Увидимся в институте! Да, пока. А это что за диверия-то с тобой была, а? С моего курса. Встретились по дороге. А зачем ты ее привел? Никого я не приводил. Она просто меня проводила. А? А как ты ей объяснил, что вот домой ее не приглашаешь? Я сказал, что у меня отец болеет. Все нормально, папа, не волнуйся. Ну, смотри. Как там, Вадик? Да не очень сегодня. Просил, чтобы я завтра не приходил. А? Ты чего? А я сказал, что все равно приду. Правильно. Это правильно. Потому что тяжело сейчас Братова, его нельзя оставлять. А я сегодня опять за этим ходил. Весь день следил. Он в институт, я тоже в институт зашел. С моего расписания. У него, у него там две лекции, потом два окна, а потом зачет. Ты знаешь чего? Он когда у него окна, он вообще из института не выходит. Папа, а может мы неправильно рассчитали? Ну, смотри, мы уже здесь давно торчим, и ничего не происходит. Он с этим мужиком, про которого Вадика рассказывал, так ни разу и не встретился. Так, уйди. Это что значит? Что вы неправильно рассчитали? Нет, ну то есть он с ним все-таки встречается. Просто не в городе, а может в институте. Ты же не следишь за ним, когда он в институте, верно? Верно. Не слежу. А зачем? Что он не будет с ним в институте встречаться? Зачем? Ему нельзя в институте. Почему? Я говорю, узнают его там. Да кому он там нужен? Кто его будет узнавать? Так, давай-ка ты отца будешь слушать, а? Будешь делать, что отец говорит. Ну, сейчас жарь яичницу, ешь, потом наблюдай. Слези, слези, как я сказал. Пап, Вадик всякие истории жуткие про армию выискивает. Его точно не загребут? А то он от вида повестки опять себе вены порежет. Так, замолчи. Никто Вадику в армию из психушки не заберет. Не заберет. Как вы себя чувствуете? Как обычно. Ну, это еще, слава богу, что как обычно, после того, как вы двигали мебель. Вам такие нагрузки противопоказаны. Деника, я вас очень прошу, не начинайте, пожалуйста. Хорошо. Не буду. Но и вы обещаете, что... И это моя комната. И я в ней хозяин. Разумеется. Позвали бы меня или Дениса, мы бы передвинули вам этот стол. Ну, вы же прекрасно знаете, что Дениса целый день не было дома. А вас я звал. Вы не пришли. Я не слышала, я пылесосила. Правильно. У всех свои дела. Поэтому пришлось самому. Николай Григорьевич, мне нужно ненадолго отойти. Я попозже к вам загляну. Не надо, я спать буду. Спасибо. Вы уже вернулись? Нет, я еще только ухожу. А когда вернетесь? Через час, максимум через полтора. Имейте в виду, Ника, я сплю очень чутко. Постарайтесь меня не разбудить. Я вернусь раньше, чем вы ляжете. Хотелось бы верить. Твою мать. Ника. Здравствуй. Привет. Олег, кто это там? Ты чего? Я могу уйти? Ну, да. Чего на это ты? В куртке. Раньше ты такие вроде не носила. Я раньше много чего не делала. Нам поговорить надо. Ну, может мне... Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, может быть, ты представишь? Ника. Вероника. Моя супруга бывшая. Ксюша. Очень приятно познакомиться. Ну, я надеюсь, мы с вами интеллигентные люди, так? Так. Я бы говорила на пять минут. А. Ну что вы, какие пять минут? Проходите. Присаживайтесь. Олег нам сейчас что-нибудь организует выпить. Вот. Мне кажется, что создалось какое-то напряжение, и нам всем необходимо его снять. Проходим. Спасибо. У нас не курит, но если вы очень хотите, то пожалуйста. Я не курю. Ну, я надеюсь, ты будешь держать себя в руках, и мы как-то обойдемся без сцен. Я не собираюсь устраивать сцены, и пришла не для этого. Ну, вот и отлично. Говори. А, я мешаю? Хорошо, я могу пойти. Олег. Я не смогу еще два года тянуть эту лямку. Пожалуйста, найди деньги. Я смогу тогда вернуть их и уйти оттуда. Извините, а о чем речь? Какие деньги? Я что-то не поняла. Олег знает. Какие деньги, Олег? Ты можешь объяснить? Ксюша, я тебе все объясню, только чуть попозже. Остань с нас, пожалуйста, на минуточку. Ладно. Ну, зачем ты при ней завела этот разговор? Мало того, что я с тобой поступил как последняя сволочь, ты хочешь, чтобы и она об этом узнала? А что мне делать? Ну, ты тоже додумалась, явиться сюда. И к тому же посреди ночи. Я устала. Я не могу. Я думаю, у меня получится, у меня не получается. Игорь, ну, мне сейчас негде взять эти деньги. Ну, у нее же. Не, ну, ты сама подумай, как это дико будет выглядеть. К тому же у нее нет. Я что-нибудь придумаю, я тебе обещаю. Клянусь тебе. Думаешь, мне не стыдно? Мне жутко стыдно, что я тебя так подставил. Но я же не знал, что ты таким способом достанешь эти деньги. Пойми меня, пожалуйста. Я вот сейчас только-только начал дело свое вытаскивать. Как только встану на ноги до последней копейки, я тебе все отдам. Олег, у меня сейчас складывается впечатление, будто бы я здесь лишняя. В таком случае, Олег, дверь находится вон там. Ты можешь выйти в нее в любой момент. Тебя никто здесь не держит. Ксюша, мы... Не надо меня трогать. Мы обо всем договорились, Ника уходит. Вот и чудесно, пусть уходит. Это вообще наглость вопиющая, заявиться посреди ночи в чужой дом. И это при том, что ты ее бросил. А она приходит, и деньги у тебя какие-то клянчат. Я же тебе говорю, она... Ну а я хочу, чтобы ее здесь больше и не было. Но ее не будут. Никогда. Она умерла, заболела бубонной чужой и умерла. А разве бубонная чума существует еще в ней? Оказывается, да. В той квартире. Боже мой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты имеешь в виду? Это можно как-то не сейчас делать? Я же не знаю, что ты сегодня останешься дома. А я что, должен сообщать, когда я дома, а когда не дома? Ника, подойдите ко мне, пожалуйста. Мама, ты третий раз уже переодеваешься. Ты уходишь или не уходишь? Я еще не решила. А что такое? Ничего такого. Пойдемте, Ника. Ника, ну помогите мне. Я никак не могу решить. Ну какие лучше, вот эти или вот эти? Мне кажется, вот эти. Да, я тоже так думаю. Пойду открою. Нет, не надо. Денис сам откроет, это к нему. Лучше помогите ему. Так. Вот так не слишком вызывающе будет, а? Нет. Ника, это отец Дениса. Здорово. Кто? Отец Дениса. Это мой первый муж. Павел, это мой второй муж. Он не родной отец Дениса. Только не надо никаких вопросов, я вас умоляю. Скажите, я хорошо выгляжу, а? Супер. Привет. Как ты? Все нормально? А ты, Анатолий, все цветешь? Извини, ухожу, опаздываю очень. Слушай, меня тут просили узнать, ты не возьмешь, что я офис оформилась? Ну, смотря какой масштаб. Ты же знаешь, я мелочами не занимаюсь. Ну, солидная компания, открывает новый офис. Ну, я подумаю. Дай им мой телефон. Папа, слушай, пойдем наверх, я тебе покажу трек свой, но... Стоп, секунду, ты же даже не в курсе, что у меня новая группа. Эш, Эш. Эш? Да, анти-соушиал хэлп. Пойдем, папа, пожалуйста. Напаяться чаем. Ну, потом чаем, папа, пойдем. Мать сказала, чаем, значит, чаем. Давай, иди исполни. Ника, Ник. Да-да. Я ухожу, буду поздно. Что-то я хотела вам сказать. Ладно, вспомню, позвоню. Хорошо. Чао. Чао, Анатоль. Здрасте. Здравствуйте. Папа, пойдем? Подожди, в этом новом доме появилось солнце. Нас, кажется, забыли представить. Владимир, отец этого оболтавца, для вас просто Володя. Вероника, Ника, проходите. Как прикажете. Папа, мы пойдем или нет? Не мельтеши, не мельтеши. Сейчас приду. Иди к себе. Папа. Сказал. Прошу. Спасибо. Знаете, а вы совсем не похожи на узбечку. А я и не узбечка. А Денис сказал, наняли узбечку за дедом ухаживать. Наверное, он что-то перепутал. Да, знаете, путаник он большой. Папа, ну мы пойдем когда-нибудь или нет? Успеешь, слушай, дай мне пообщаться с очаровательной женщиной. Папа, слушай, у тебя две жены. Бывшая и действующая. Куда тебе еще женщин, а? Денис, не грубей, а? Подрастешь, поймешь, что кроме любимых жен, бывают еще и прекрасные боевые подруги. Дай мне с Вероникой пообщаться. Если тебе интересно слушать наши разговоры, можешь пойти к себе. Спасибо. Труд вам тут? Да нет, обычная работа. Но ведь вам эта работа не нравится? Не нравится. Мне нравится лечить людей. Я врач по профессии. Я умею и люблю это делать. А здесь просто выживаю. Что Наталья сильно достает? Да нет, мы с ней ладим. Знаете, а я вот так и не смог с ней научиться ладить. Просто иногда хотелось прямо взять и убить, понимаете? Давно вы расстались с ней? Уже лет сто как. Знаете, у меня своя семья, у нее тоже, вон уже, Аленка. Знаете, все течет, все изменяется. Вы замечательны. А вот этого не надо. Ника, знаете, у меня сегодня был отвратительный день, ничего не клеялось. И вдруг прихожу сюда, и там, где меньше всего я ожидал, встречаю такое чудо, как вы. Скажите, я бы хотел с вами опять увидеться. Это возможно? Невозможно. Я очень занята. Николаю Григорьевичу нельзя оставлять одного. Ну так я все устрою, за стариком Денис пустит. Папа, слушай, я там вообще-то жду тебя. О, как время-то летит. Да, мне пора. Ух, совсем пора. Ладно, пойдем, пойдем, посмотрим, что там у тебя. Пойдем. Да, потом мне пора. Совсем пора. Так я позвоню. Идем. Ну давай. Слушай, старик, ну, мне сейчас надо идти. Я потом заскочу. Куда я тебе помогу? Ну, попаздывай. Ну, подожди, я же тебя ждал сегодня, правильно? Прости, прости, нормально. Ну, взрослый. Ну, потом взрослый. Все с ним. Тебе не стыдно, нет? У человека вообще семья, дети. А ты тут устраиваешь дом свиданий. Прекрати сейчас. А что, я неправда, что ли, говорю? Увидела симпатичного мужика и все, крышу сорвало. Надо вообще маме сказать, чтобы она от тебя мужа подальше держала. А то ты же сегодня одному глазки строишь, а завтра, наверное, другому. Заткнись, я тебе сказала. Не смей со мной так разговаривать. Я понимаю, тебе обидно, что отец с тобой мало побыл. Да, зато он с тобой много побыл. Надо все-таки пробить, в милиции кто-то такая. А то родители же тебя с улицы взяли, кучу бабла отвалили. Кончайте базарить, отец идет. Надо срочно папаню из дома уводить. Куда уводить? Туда хочешь? Главное, чтобы его дед не видел, а то такое начнется. Че там, совсем годовальное? Сейчас увидишь. Еще хуже, чем в тот раз, когда деду скорую вызывали. Как мне это все надоело, просто выть хочется. Так, переходишь его внизу, потому что если он в квартиру валится, мы его отсюда потом не вытащим. Ну, не то. Павел Николаевич, пойдемте. Ну, пойдем, пойдем. Пойдемте, пойдемте. Ап! А вы Ника? Ника. Павел. Очень приятно. А? А где мой бед? Дома. А мы где? Мы с вами на улице, дышим воздухом. А где моя жена? По делам уехала. Это хорошо. Моя жена меня совсем не любит. Вам кажется? Ваша жена вас очень любит. Да? Это за что это она меня так любит? Каждого человека есть за что любить. Даже меня? Угу. Даже вас. А мы сейчас с вами здесь воздухом дышим вместе? Угу. Дышим воздухом. А спим мы тоже вместе? Спим отдельно. Это правильно. Я сплю со своей женой. Вы спите со своей мужем. У вас муж есть? Угу. Был весь вышел. Вообще весь? Угу. Мне вот тогда жалко. Ой, холодно как. Ален, как там дедушка? Мы на качелях качаемся. Позвони мне, как он пойдет к себе. Это я. Угу. А у вас есть мечта? Мечта? У меня? Есть. Ну-ка. Мама, я мечтаю о маленькой квартире, но о моей, чтобы в ванной была бирюзовая занавеска. Может быть, тогда мне не будет так страшно жить и думать о будущем. Какая-то примитивная греза-то. Мне кажется, занавеска – это не масштабно. Мама, можно я однозначно попробую? Все зубы, а главное. Привет, мам. Устала? Устала. Суп подогреть? А макароны? Да. Ты опять весь день синхронила? Угу. Устала. Да. Все, спасибо. Вам с отцом, наверное, было бы легче, если бы мы с Вадькой в армию ушли. Ты соображаешь, что ты говоришь? Соображаю. Мы уже взрослые мужики. Едим в две глотки. Нас одевать надо. А так мы бы год на государственном обеспечении жили. Тебе бы не пришлось столько работать. Мам, ты с работы полуживая приходишь. Ну вот ты дай мне поесть спокойно. Нет, мам, я скажу. У нас в семье давно никто ни слова правды не говорит. У отца амбиции, он себе работу найти не может, сидит на твоей шее. Еще мы с Вадькой. У меня стипендия Грошова, а у Вадька вообще ничего. Если бы мы в армию ушли, тебе же легче бы было. Ты прекрасно знаешь, что творится в нашей армии. Какая там дедовщина. Какой процент самоубийств среди солдат. А побегов сколько? Вадик, ты думаешь, эти несчастные мальчики о сладкой жизни бегут? Мы с отцом всегда этого боялись. И поэтому настаивали на вашем с Вадиком непременном поступлении в институт. Ты-то еще не пропал бы в армию, а Вадик? Отправить сына на верную гибель. И все. Все, больше не будем об этом говорить. То, что я работаю, много это все ерунда. И у меня здоровье лошадиное еще на лет на сто хватит. Вот вы и запугали Вадика настолько, что он вены себя порезал, лишь бы в армию не попасть. От заражения крови чуть не умер. Из депрессии выбраться не может. Мам, разве это лучше? С Вадиком случилось несчастье. Его просто подло обманули. И отец прав, что хочет наказать подонков. А я уже не уверен, что отец прав. Сколько можно так жить? Придумал этот план идиотский. Слежку эту. Меня из дома ни на шаг не выпускает. А у меня, между прочим, тоже жизнь. Мне учиться надо, а не у окна сидеть целыми днями. Папа. Кажется, есть. Ну, рассказывай. Он сегодня встречался с тем мужиком, который подходит под описание, который дал нам Вадик, понимаете? Я пока еще мало что узнал. Я проследил его, я узнал его адрес. Понимаешь, у нас есть теперь начало. Остальное дело техники. Анечка, солнышко мое, у нас сегодня праздник. У нас сегодня настоящий праздник. Ты понимаешь, что дело сдвинулось с мертвой точки? Накрывай на стол. Я хочу шампанского. Я хочу конфеты, цветы. Я хочу праздника. Давай, давай, давай. Папа, значит, все? Скоро конец? Нет. Не трогайся, подожди. Это еще только... Это еще только начало. Ничего, они запомнят тот день, когда они Вадика обманули подонки. Так. Осторожно, Люстра. Да плевать. Главное, что мы скоро домой снова вернемся. Погоди, не торопись. Еще не скоро. Это только начало, но давайте-ка выпьем я... Стоп, тихо, подожди. Я хочу сказать тост. Я хочу поднять этот бокал. Анюта, Костя. За самое дорогое, что есть в жизни человека, за его семью. За его семью, потому что мы все... Мы все вместе, и это самое важное. Пап, знаешь, что мне снилось? Мне снилось, что я бью его ножом в живот. И там в этом пузе проворачиваю. А мне... Я знаю, что ты представлялась. Я когда... Когда я выхожу на кухню, тоже беру нож-нож. Ага. Когда я беру в руки нож, мне кажется, что прямо взял бы, тоже вонзил бы его, или бы горло бы перенезал. Да, да, да. Здесь в машине есть вены. Я тоже, когда снял, в воскресенье не старался нашли. Я убежу. Ты мой хороший, сейчас придем домой, лапы тебе помоем. Будешь у меня самый чистый. Кушать будем, да? Что ты будешь? А, добрый вечер. Здрасте. Замерзли, господи. Давно гуляете? Давно. Ай, пес какой большой. Ему простор нужен. У меня, кстати, такой же был. Да? И, между прочим, одного поймете с вашим. Спасибо, Адулла Иде Тимофеевне. А мой, мой родон, ваш аргон. Аргон. Да. Моя мама сады назвались так. Ну, по названию летучих этих самых газов. А где сейчас ваш пес? А, бывшая жена забрала. Скучаю. Пожени. Ну, что вы пожени. По собаке, по собаке. Солидный песик. Ну, вот мы и дома. Можно? Игорь, я прошу тебя. Простите. Я согласилась прийти к тебе, лишь только потому, что ты меня очень просил. Господи, я даже не знаю, зачем я это сделала. Я очень счастлив, что вы пришли. Между нами очень большая разница. И ничего не может быть. Да какое это имеет значение? Чувствуйте себя как дома. Я на секунду. Какая интересная у тебя квартира. Ты давно здесь живешь? С рождения. Это квартира моих родителей. Они погибли, когда мне было девять лет. Какая трагедия. А с кем же ты жил, кто тебя воспитывал? Тетка. Она переехала сюда, как только это произошло. Бедный мальчик. Ну, не совсем. Папа с мамой работали в торговле. Все, что нажито нечестным путем, оселось здесь. А она прекрасно это знала. Держала сироту в черном теле. Она тоже умерла. Как же трудно ты начинал свою жизнь. А вам меня жалко? Жалость – неправильное слово. Жалость унижает мужчину. Я сочувствую твоему детскому горе. А взрослому? Какое у тебя может быть горе? Я полюбил женщину, которой я абсолютно безразлична. Игорь, еще одно слово, и я уйду. Ты все равно уйдешь. Просто знай, когда ты здесь, рядом, я абсолютно счастлив. Игорь Негода. Костя, Костя, у меня ключи есть. Какие ключи? От квартиры. От какой квартиры? От пустой. У меня просто подруга с мамой уехали отдыхать. А мне ключи оставляли от квартиры, чтобы я их цветы поливала. Так а чего же мы садим? Поехали? Поехали. Спасибо вам, Ника, за вчерашнее. Не за что. Часто это с ним бывает. В общем, ничего страшного. Он же не алкоголик. Просто, когда выпьет, не может остановиться. Ясно. Понимаете, Ника, дело в том, что у Николая Григорьевича был брат-алкоголик. И это была для него страшная трагедия. Ведь Николай Григорьевич работал в КГБ. И брат-алкоголик, это, как вы понимаете, пятно на биографии, приходил скрывать. Этот брат умер? Да, несколько лет назад. Еще ада была жива. И вы знаете, как будто сглазила. На похоронах сказала, теперь мы наконец-то сможем вздохнуть спокойно. И сразу у Павла начали запои. А Николай Григорьевич, как увидится на пьяном, и сразу сердечный приступ. Так что вы нас, Ника, выручайте, если что. Да, ничего страшного, мне несложно. Куртку только нужно потеплее купить, зато это на рыбнем меху совсем не греет. Мы с мужем как-то бестолково тратили деньги, путешествия, рестораны. Если вещи, то только дорогие, фирменные. А теплого свитера для Москвы я так и не купила. Да мне и не нужно было. Муж меня везде возил, или я такси брала. И где теперь ваш муж? Ушел. К другой женщине. Жаль вас. Да, Ник, в следующий раз, когда такое случится, вы ему ботинки прямо на лестнице снимаете. Ничего страшного, дойдет на носках. Меньше шума, грязи. И желательно ботинки прямо на лестнице протереть влажной тряпкой. Пойдем. Пойдем, Марго. Ой, дождь начался. Привет. Здрасьте. А я с тобой. А мы уже на «ты». Да брось ты, что за церемония. Раз ты меня не ждала. А я сюрпризом люблю, как с меня окна Голубой, чтобы не дать опомниться. Гуашь, гуашь, гуашь. Пса с собой заберем или, может быть, отведешь? С собой это куда? Ну, дорогая, мы с тобой взрослые люди. Ну, в общем-то, я с вами ни о чем не договорилась. Я здесь работаю и никуда не поеду. Да. Ну, и долго ты собираешься так работать? Подожди, аж пока не уволят? За что уволят? Дорогая моя, ты очень красивая. А моя бывшая супружница плохо приносит людей вообще, а красивых баб, тем более. По живому видим. Да. Ну, выгодите, не расстраивайся. У меня есть знакомства, связи. Я тебя не оставлю, беден. Найдем тебе другую работу. Ты чего? Спасибо. Да в чем дело, ну? Я же у тебя с чистым сердцем. Ты мне правда нравишься. Поехали. Ну, Наталье я сам позвоню, если вдруг задержишься. Оставьте меня в покое. Ну, 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 ну. Ну, что тебе не так? Да все мне не так. Ваш сын вас любит, скучает. Вы приезжаете сюда в кои-то веки раз, и то одни бабы на уме. Слушай, а может, я тебя, может, я зря все делки нанял, может, я прямая дорога в полицию на рабов? Может. Но с вами явно не по пути. Пойдем, Аргон. Ну, я еще заеду. Рядом, Аргон. Молодец. Хороший пес. Умничка. Пойдем. Привет, красавица. Здрасте. Ну, слава богу, я уж боялся, что ты не придешь больше. Ой, да замоталась я. Доконала меня эта семейка. Все у них дела, дела, дела. А ты присаживайся. Расскажи, что за дела. Гулять. Вам, правда, интересно? Да. Если мне человек нравится, мне хочется о нем знать все. Ой, устала. Сидеть. Где ж ты силы растрапит? Ой. А где ваша собака? Убежала? Чего ты так испугалась. К сыну я ее отвез. Она пару дней отъезжал только. Ну, вот отвез к сыну. Очень она сына любит. Это хорошо, что у вас сын есть. Неплохо. Сын это лучшее, что у меня есть. А у тебя дети есть? Ты обещал про работу рассказать? Да что рассказывать. Работа домработницы с сиделкой. В большой семье. Старик-отец. Я его называю старый хозяин. Сын его, жена. Двое взрослых детей. Вот еще Аргон. Самая добрая душа из них. Аргон! Да вон. И хорошо платят за эту работу? Платят хорошо. Только вот я деньги в долг взяла за два года вперед и отдала. Одному человеку. Теперь, если не дай бог меня уволят, деньги придется возвращать. А взять неоткуда. Да, видно, хорошему ты человеку деньги отдала. Да, так себе человек. Не расстраивайся. Еще не вечер, как говорится. Встретишь и ты своего хорошего. Где? Хорошего человека где угодно можно встретить. Знаешь, судьба так пути, дорожки переплетет. И толкнет тебя к твоему суженному. Ну, давай телефонами обменяемся. Зачем? Ну, буду знать, придешь ты, не придешь. Скучно одному гулять. Не, если ты не хочешь, я не настаиваю. Вот. Возьми мой. Будет хорошее настроение, звони. Плохое настроение будет, тоже звони. Город. Город. Гураво. Субтитры сделал DimaTorzok Олег, привет, это я Ты знаешь, который час? Знаю А ты не можешь для разговоров выбирать дневное время? Я сейчас не могу говорить Я думала, ты хоть раз сам позвонишь Ника, это ничего не изменит Зачем тебе мои звонки? Просто хотелось услышать тебя Я думала, мне так станет легче Почему ты моим родителям не звонишь? Я звонила Редко, они беспокоятся Они привыкли, что ты им каждый день звонила Они спрашивают, где ты Просят тебя позвать, я не знаю, что им отвечать Ну, придумай что-нибудь Неужели это так трудно? Или лучше, чтобы отец нервничал и опять до инфаркта дошло? Ну, почему я? Это твои родители, в конце концов Придумай сам что-нибудь Раньше ты так не говорила Раньше ты был рядом со мной Ладно Я постараюсь чаще звонить твоим родителям Все, пока я больше не могу Олег Это не Олег Заведите себе гордость, пожалуйста И не звоните больше моему мужчине Алло Это Алёна? Нет, не Алёна Значит, это вы, госпожа шлюха Сходи вниз, посмотри в почтовый ящик А я тебе перезвоню через десять минут Не надо перезвонить, все спят Ничего, подбежишь Это в твоих интересах Он дура-то, а? Это ж надо такой дура быть Еще бы ты думала Ну что, посмотрели? Посмотрела Что скажете? Что я скажу? Плохо, очень плохо Значит, вы понимаете, что вы попали глухо и накрепко У вас есть предложение? Десять Что десять? Ну вы дурочку-то из себя не стройте, госпожа шлюха Десять тысяч рублей цвета плесени Можно в цветных европейских фантиках Значит так Не надо мне рассказывать, что таких денег у вас нет Вы как раз столько получили за два последних заказа Подождите, но мне нужно время, чтобы придумать, как это скрыть от мужа Он ведь сразу заметит, что исчезла такая крупная сумма из дома Три дня, так и быть Сегодня понедельник, я даю вам три полных дня на решение вопроса Но если через три дня в пятницу денег не будет Конверт получит уже ваш муж И без всякого предупреждения Или ваши дети Вы меня поняли? Поняла Через три дня вы позвоните Только не ночью Нужно сделать так, чтобы дома никого не было Я могла с вами нормально поговорить Давайте в двенадцать часов дня Тогда и договоримся Ну и вы в свою очередь подумайте А мне-то о чем думать? О гарантиях Как я могу быть уверена в том, что вы деньги получите, а копию фотографии себе не оставите? Придется поверить Еще чего С доверчивыми знаете, что бывает? Все, не могу больше говорить, муж идет Двенадцать в пятницу Ника Ника, у вас все в порядке? Да, все в порядке А почему вы не спите? Грустно что-то Да, сколько у вас проблем? Спокойной ночи Тут у тебя много проблем Пойдем Пойдем Привет Ну что, пригодился телефончик-то? Что с тобой, девушка? Тебя прям трясет Вы меня простите, что я вот так вот Мне посоветоваться нужно было Вы человек опытный, мудрый Что? Муж к хозяйке тебе пристает? Да нет, наоборот А, значит ты к нему пристала Вчера ночью позвонил один человек Явно шантажист Меня принял за Наталью У него есть фотографии, где Наталья с каким-то мужиком обнимается Он грозится показать эти фотографии детям или мужу Требует десять тысяч долларов, которые она получила за последние заказы Слава богу, что трубку взяла я и он меня принял за Наталью Не понял, почему, слава богу Ее шашни, пусть она и разбирается Твое дело, суп варить, уколы делать Да нет, дядя Назар, это для меня опасно Наталья начнет истерить, у нее же мозги куриные А если семья развалится, меня первую выгонят Весь долг придется вернуть Ведь у них и мои документы, и паспорт Ну да, ну да Да, тебе очень повезло Ты по адресу обратилась Давай еще раз знакомиться, по-новой Назар Захарович Бычков Ныне пенсионер, в прошлом сотрудник уголовного розыска Кроме пенсии получаю зарплату, потому что преподаю А что преподаете? Предмет называется оперативно-розыскная деятельность Ой, ничего себе Скажи, вот тот тип, который тебе звонил Он к тебе на «вы» обращался? Да А, и он знает, сколько Наталья получила за последние заказы Значит, это человек ее круга И шпана какая-нибудь Денег решил срубить, поленка Согласна? Голос был приятный Приятный Скажи, сколько ты готова заплатить, чтобы спасти свою Наталью? Да у меня нет ни копейки Может, в полицию обратиться? Отвечаю сразу, смысла нет Если бы твоей Наталье украли ребенка и требовали выкуп, тогда да А так, чужие косяки с мужьями, кто этим будет заниматься? И потом, ты даже не потерпевшая Ты придешь, заявишь, потребует, чтобы пришла Наталья А что же делать? Думать будем, думать Обращаться смысла нет А вот люди, которые с шантажистами могут разобраться, есть Знаешь, некоторые мои ученики теперь работают в частных сыскных агентствах Вот мы к ним и пойдем А деньги? Разберемся Мы пойдем туда, где меня уважают И кое-чем обязаны Повезло тебе Наталья Сергеевна, вы сегодня дома? Да, видимо, а что? Мне нужно ненадолго отлучиться, к врачу съездить Вы заболели? Пока не знаю, главное, боли замучили Ну, выпейте таблетку Какую? Мне нужно сделать снимок, нет ли внутричерепного давления, чтобы понять, какие препараты принимать Как все сложно Когда вы вернетесь? Постараюсь как можно скорее Ну уж постарайтесь А куда мы идем? В агент, который возглавляет мой ученик Вы ему рассказали о моем деле, он согласился взяться? Я ему звонил Подожди Нас тут, вот, прошу Это со мной Проходи Здрасьте, дядя Назар Как же я рад, что вы позвонили Тысячу лет вас не видел А что ж ты мне сам-то не позвонил? Я что, на другой планете живу? Ладно, знакомься с клиентом Здравствуйте, Всеволод Огородников, глава сыскного агентства, можно сказать директор Вероника Амирова, женщина при маленьких деньгах и больших проблемах А, маленькие деньги, большие проблемы, плюс хорошая реакция и отличное чувство юмора Да Мы сработаемся, поладим С ним можно ладить, только не надо плевать ему в кашу Это совет мудрого старика Бабеля Ладно, хватит глаза раскрывать Давай, время не ждет Добро пожаловать Прошу Не обращайте внимания В институте идет ремонт Ну вот, собственно, пока Сидим в библиотеке Прошу Ну что, Назар Захарович в двух словах объяснил вашу ситуацию Я так понимаю, что ваша хозяйка дизайнер-архитектор, правильно? И у вас на все про все три-четыре дня, правильно? Три Три Лех, спустись к нам Добрый день Привет Добрый В общем, наш объект дизайнер-архитектор Чем можешь помочь? Чем могу, помогу Имя, фамилию дай мне Гремина Наталья Сергеевна Алло, пап, здорово Да не, ничего не случилось, все нормально Да не брал я твой мобильный телефон, пап Он на зарядке со вчерашнего дня стоит Ну да, на кухне Нашел? Ну вот, а все время я виноват Чуть что, сразу я Ладно, мать дома? А, понял, сейчас я ей на мобилу наберу Ладно, давай Да ничего не случилось, консультация ее нужна Все, пап, давай, пока Простите Ник, ты Присядь Ага, спасибо Ну и? А может, чай и кофе? Потанцуем Дядя Назар Да у Лехи мама сама дизайнер-архитектор Но они там все в одной банде крутятся Да все будет нормально, дядя Назар Да у этих богатых, у них свои причуды Боится, что ее обманут, обсчитают, ну и так далее Ага Да, да, сейчас Гремина Наталья Сергеевна Гремина Гремина Наталья Сергеевна Знаешь, да? Класс Слушай, мама, ты можешь Назвать буквально по три фамилии Тех, кто может ее Охарактеризовать хорошо И тех, кто может Сказать что-то негативное? Нет, больше не нужно По три свидетеля с каждой стороны Вполне достаточно для грамотного судьи Шучу Если будет нужно, я потом еще тебя спрошу А пока мне по три человека хватит Да, мам, и телефончики, пожалуйста, дай мне их сейчас Сейчас, одну секунду, мам Подожди Да, пишу Ага Ага, все, мам, спасибо, давай, пока Вот список людей, которые могут Ручиться за нашего клиента Что-нибудь еще в силу, Влад Андреевич? Нет, Леша, можешь идти Только далеко не уходи Мы договорим И ты будешь вести это дело Понял Ну что, прошу? Пойдем, Ник, пойдем Пожалуйста Проходите Там прям? Да, прям Ну что, расклад у нас такой Здесь знакомые Наталья Сергеевна Мы должны с ними со всеми встретиться Ну, собрать информацию, имена, конкретные истории Связанные с Натальей Сергеевной Да, шантажиста среди них не будет Но он действует по наводке Прошу Спасибо Таким образом Мы вычисляем Предполагаемых наводчиков Ну, или, если хотите Инициаторов шантажа С помощью Нарушки Устанавливаем Их связи Вычленяем Из них Самые интересные для нас Ну, то есть Самые подозрительные И потом нам только останется С помощью слежки Определить Кто из них Будет звонить вам в пятницу В двенадцать Часов Ну, собственно, на этом и заканчивается Первый этап И начинается второй С шантажистом Надо пообщаться Ну, или с его заказчиком И объяснить Чтобы он больше так не поступал Хотя До пятницы Я боюсь, что нам и С первым этапом не справиться Подожди, Ника, подожди Подожди Тут есть одна очень интересная Зацепка Так, Сев Ты не заметил? Да нет, дядя Назар Я что-то пропустил Скажи, пожалуйста Какую сумму Запросил Шантажист? Десять тысяч долларов Десять тысяч Долларов А почему он Именно эту сумму Обозначил? А? Ну, потому что Гремина получила Десять тысяч долларов За два последних заказа За два Почему? Ни три, ни четыре, ни пять Ни десять Почему? А ты жук День Назар Ты думаешь Это так легко? Может, легко Может, трудно А, Сак, слушай Вот эту версию Надо отработать В первую очередь И учти, Сева У Вероники Очень сложное положение Если она не разрулит Эту ситуацию Шантажом Может, работа лишится И крыш над головой Я понял Итак Допустим, Леха В рамках своей легенды Говорит о том Что его клиент Хотел бы посмотреть Два, три проекта Гремина При этом клиент Хотел бы, чтобы Сама Гремина Не знала Что ее проверяют Ну, у богатых Свои причуды Последних двух заказчиков Мы устанавливаем Проще простого Организуем за ними Наружное наблюдение За ними И за их супругами Если повезет Появятся два-три фигуранта Ну, претенденты На роль шантажиста Наблюдение За объектами Может дать нам результаты Ну, практически В ближайшее время То есть В первые два дня Ситуация может сложиться так Что Их станет не четыре А два Или вовсе один Скажите, а вот это Объяснение О неприемлемости Поведения Это что? Ну, например Применить Физическое воздействие Так, чтобы человек Ну, долго лечился Что ли? Нет, я грех на душу Брать не буду А еще что? Можно объяснить Человеку так Чтобы он принял решение Что ему стоит Покинуть Москву И не возвращаться сюда Больше Никогда Мне не нужно Чтобы они уезжали Из Москвы Пусть будут в Москве Главное, чтобы Наталью не трогали А промежуточный Вообще вариант Он есть какой-то? Да есть, есть, конечно Успокойся, есть Сев, ну что ты Меня запугал девушку Прям до полусмерти Дядя, назад Но я должен же Разъяснить всю ситуацию Чтоб потом клиент не говорил Что я ее обманывал Должен, должен В общем так Подписывай контракт с Никой Формулировку придумаешь сам В пределах обозначенной Задачи Понял Простите, может быть сейчас не время Но Мне кажется, за мной следят Ну и кто за тобой следит? Не знаю Может это нервы Но мне с первого дня Работает Гремен И все время кажется, что за мной следят Откуда? Из машины, из окна Может в квартире камера установлена Нет, в квартире не следят Вот на улице Все, забудемте Будем считать, что это Нервные фантазии стареющей дамочки Ладно, не кокетничай Слушай, я есть хочу Ты тоже не обедала Пойдем где-нибудь сядем Поедим и поговорим спокойно Дядя Назар, у меня денег нет Ну ты только не обижай Я приглашаю, все-таки какой-никакой А мужчина, не миллионер, конечно Но на обед с блондинкой у меня хватит Мне позвонить надо С вами Алло, Наталья Сергеевна Это Ника Мне нужно задержаться в поликлинике Нет, нет, никакой госпитализации Я сразу сказала, что это невозможно Поэтому меня и будут лечить амбулаторно Спасибо Я свободна На сегодняшний вечер Это сближает Не знаю, что со мной происходит Ты правда влюбленный в меня? Ты со мной как думаешь? Тебя еще можно любить? Ты много раз говорил, что любишь Иди в душ Иди первый Иди Субтитры сделал DimaTorzok Я вас убью Любовь еще быть может В душе моей угасла не совсем Но пусть она вас больше не тревожит Я не хочу печалить вас ничем Я не хочу печалить вас ничем Молодец, Наташа Это Александр Сергеевич Пушкин А теперь послушайте Как о любви пишет Марина Цветая Садитесь в поле Мне нравится Что вы больны не мной Мне нравится, что я больна не вами Что никогда тяжелый шар земной Не уплывет под нашими ногами Мне нравится, что можно быть смешной И распущенной И не играть словами И не краснеть удушливой волной Слегка Савенкова 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 Сядь нормально Вы только слушайтесь в эти строки Как тонко пишет об этом прекрасном чувстве Поэтесса Савенков Ну а ты-то чем занят Выходи к доске Ну моя тетрадь Ну да, конечно Ну знаешь, Савенкова твоя А да Не получишь Ай, мой тетрадь А ну прекратите безобразие Немене прекратите Какая гадость Позор, сопляк Позор на всю школу Тебе не в школе место А в колонии Для малолетних извращенцев Пусть там тебя учат А мы отказываемся Так и знай Родители завтра в школу Ставим вопрос на педсовете Об исключении Что молчишь? Я с тобой разговариваю? Что ты ставишь как стол? Ольга Петровна Вам не стыдно, нет? Учитель литературы На парте с задранной юбкой Лариса Васильевна Лариса Васильевна Может вам тоже не место в школе А место вам в публичном доме Лариса Васильевна Вот стыдно смотреть на тебя Будешь стоять здесь Я запрещаю тебе выходить с этого места Пока все нормальные дети Не уйдут из школы Ты понял меня? Так, кто там? Гремлья? Просвелья? Последний меня Все домой Ты скоро? Давай быстрее Тебе пора Что ты говоришь? Я говорю, что тебе пора домой Ты меня гонишь? Мне надо работать Сейчас придет мой коллега Ну да Я понимаю Работа главная Не обижайся Представь Придет мой приятель Увидеть себя Реши, что я повредился умом И связался с бабушкой Я тебе яблок принес Наши любимые Мама купила Как маму? У нее в субботу был очень усталый вид Она здорова? Здорова Устает только очень Но говорит, что работа ей не в тягости Кость, я хочу домой съездить А доктор разрешит? Разрешит, разрешит Я у него уже спрашиваю Ну еще я должен спросить Кость, что-то не так у нас дома? Почему? Что-то так Просто Понимаешь, какая штука? Мы временно живем не дома То есть у нас другой номер Не потому, что его сменили А потому, что вы просто переехали Ну да Значит, вы меня обманули Бать, мы тебя не обманули Мы просто тебе не сказали все правды Чтоб ты не нервничал Тебе нельзя сейчас нервничать Кость, что вы от меня скрываете? Бать, пожалуйста, только успокойся Я тебе сейчас все объясню Только не ври Короче Мы решили найти того гада, который обманул тебя на наступительных экзаменах И наказать его по полной Сами, без милиции Потому что от них толку, как от козла молока И мы уже выследили посредника Ну того мужика С подготовительных курсов Который тебя в эту аферу втянул Ну что его было искать, если он там преподает? Вать, мы нашли, где он живет И сняли квартиру напротив Отец целыми днями его караулит За ним по пятами ездит Чтобы все его художество выследить Он за все ответит То есть отец Не приходит ко мне, потому что Целыми днями занят этим мужиком из института? Да То есть получается, этот мужик ему важнее, чем я? Вать, ну что ты несешь? Для отца никого важнее тебя нету Он потому так и парится, чтобы это дело раскрутить и отомстить, понимаешь? Вадик, за тебя отомстить, пойми ты Как? Я не знаю как, но поверь мне, отец что-нибудь придумает Сейчас главное найти того, второго Понять, где они встречаются От того, что он его найдет, отомстит или даже убьет Ничего в моей жизни не изменится Ничего Лучше бы он просто любил меня Вать, Вадя Динозор, вкуснотища, спасибо Кушай на здоровье И вопросы задавай, то они у тебя в горле застряли, можешь подавиться Скажите, а что вы с Севой имели ввиду, когда он сказал, что вы жук? Кто жук? Я? Ну когда вы предложили подумать, почему шантажист назвал сумму в 10 тысяч долларов Сама-то что, не можешь догадаться? Я врач, не сыщик Только ты не капризничай И не обижайся на меня Тебе нельзя со мной каприничать и обижаться на меня тоже нельзя Почему? Потому что я мужчина одинокий, свободный и полон сил могу тебе заверить Вдруг захочу на тебя жениться Вы? Ну я Тебе эта мысль кажется невероятной Ну в общем да А почему? Позвольте вас спросить Ну вы меня не знаете Видишь ли, женщина, особенно блондинка, не обязательно знать, чтобы принять решение на ней жениться Ее надо видеть, чувствовать А главное понять, хочешь ли ты, чтобы она стала для тебя родным человеком или не хочешь Ну ты вся премудрость Ладно, не напрягайся У нас с тобой на повестке не один вопрос, твой шантажист Насчет женить бы я пошудил Очень вовремя, у нас как раз скорая А что случилось? Ой, только не надо делать вид, что вы так напуганы Будто вы не знали, что деда нельзя одного оставлять Вас вообще-то наняли с ним постоянно быть, а вы шляетесь Где мама? Мама-то на месте Она скорую вызвала, пока вы гуляете Не ходите оттуда Ему сделали укол, сейчас оформляет госпитализацию Что с ним? Откуда я знаю? Сказали, надо отвезти в больницу, там посмотрят Да что произошло, какие симптомы? Откуда мне знать? Я ему сказала, что вы заболели и неизвестно, когда вернетесь Ему сразу стало плохо, он побледнелся, задыхается Ой, спасибо Николай Дмитриевич Я врач, можно я с вами? Да, ради бога Поезжайте, Николай, поезжайте В пути это для нас сделаете Спасибо Ай Ну что? Не просыпался? Нет пока Дыхание ровное, я слежу Угу Ну хорошо Приступы души оккупировали Я надеюсь, все у нас будет замечательно Спасибо вам огромное Да не за что Работа у нас такая Я думаю, это была паническая атака Вы наверное правы Нервные потрясения, затем паника вызвала бронхоспазм Потому что я смотрю Других причин нет никаких Бронхи у нас чистые, легкие чистые А вы не в курсе, что у него могло вызвать такое нервное потрясение? Я думаю, это за меня О как А вы ему кто? Сиделкой Я работаю сиделкой Николая Григорьевича Я ушла ненадолго, но задержалась А как это вы с сиделкой оставили свой пост? Вам же за это деньги платят? Я ушла, потому что все было в полном порядке Он принял лекарства, прекрасно себя чувствовал Дети и внуки были дома Дети, внуки, няньки, кухарки А человек, между прочим, без всяких видимых причин чуть был к концу не отдал Я не понимаю, почему вы со мной так разговариваете? Я с вами так разговариваю, потому что к нам каждый день Привозят пожилых людей из очень обеспеченных семей Денег дети не жалеют А вот рядом посидеть, за руку подержать На это их почему-то не хватает Ну, шкулевая сиделка, вы тогда хотя бы здесь его не покидайте, не оставляйте Прошу? Я никуда нет Ну и замечательно Если что, сразу жмите на кнопку тревоги Срочно, двести, четырнадцать Угу У пациента бронхосов, он теряет сознание У пациента бронхосов, он теряет сознание А у филин два с половиной процента, десять миллилитров на письерочном растворе Девушка, давайте скорее, чтобы вы тут командуете, кто вообще такая, чтоб тут командовать? Давайте. Врача зовите. Быстрее! Ну, что у нас случилось? У пациента был приступ, я ввела эуфилин десять миллилитров внутри вены. Угу. Моя сиделка его с того света-то вытащила. Да вы профессионал. Врач она. Николай Григорьевич, ну а вот у себя как существует? Отлично. Хоть час в строй. Ну и славно. Проснулись давно? В порядке уже. Видать, и я на что докажусь. Не только ваша сиделка. А? Звать так вас как? По зоопарке, по горячке, совсем забыл спросить, простите. Вероника. Ника. Ника. Победа, значит? Ну, с победой вас, Ника. Спасли мне пациента, пока я в реанимации другого спасал. Спасибо. А другой тут как? Ничего. Все хорошо. Жить будет. Я от чего думаю, Николай Григорьевич? Может быть, Нику со мной на часок хотя бы в ординаторскую отпустите? Чайку попить? А то она у вас целый день на ногах сегодня. Умал, господи. На часок отпущу. Ну. Прошу вас, Ника. Вы отдыхайте, медсестрак вам сейчас еще подойдет. Ну, веночка. Железный дядька. Бывший военный? Вроде того. Ну, а вы, коллега, как в сиделки-то попали? Так получилось. Я раньше работала врачом на скорой помощи в Ташкенте. Угу. Перепетий судьбы. Вот, присаживайтесь. Спасибо. Это мой кабинет. А в ординаторской сейчас шумно. Народу полно. Там не отдохнете. А здесь тишь да гладь. Да божья благодать. Вот, чай. Угощайтесь. Спасибо. Замерзнуем. Знобит что-то. Перенервничала, наверное. Секундочку. Мама платок связала. Нравится? Очень. Греет лучше всякого спирта. Я вот сюда уволок. Вот. Пригодился. Ну, так гораздо лучше. Спасибо. Тебе идет. Как ты? Ну, так гораздо лучше. Ну, так гораздо лучше. Значит, хреново на душе. Бывает. Да и с чего. Ничего, что я на ты. Давай-ка ты ложись на диванчик. Отдохнешь, поспишь часок. Я тебя потом разбужу. Ладно, ладно, коллега. Не смущайтесь. Давай. Давай, давай, давай. Сюда. Ну, так. Гораздо лучше. Укатали тебя совсем твои хозяева. Доктор со скорой. Ничего-то о тебе не знаю. Удать хороший ты человечек. Не везучи только. Не погаси, если я буду плакать. А чего ж плакать-то? Поплачу. Мужчины раздражают женские слезы? Ну, это спорный вопрос. Может, я не тех мужчин встречал в своей жизни. Наташа, вы тогда после обхода ко мне в кабинет загляните, хорошо? Хорошо, Илья Заразович. Угу. О, добрый день. Уже собрались? Я с шести утра готов. Это вы выписку никак не оформите. Ну да. Домой торопитесь. Не понравилось у нас. Не вижу причины для задержки. Хотелось бы больше не встречаться. Понятно. А сиделка ваша такого же мнения? Я прошу прощения, можно я вас украду буквально на минуту? Слушай, ты не против, если я тебе позвоню как-нибудь? Остаёшь телефон? Ой, прости. Ну да. Алло, да. Прямо сейчас? Да, хорошо. Я сейчас туда подъеду. Прости, муж звонил. Кто? Кто? Муж. А! Я, наверное, просто чего-то не понял. Ладно, пока. Вот здесь, пожалуйста. Николай Викторович, быстро. Вы, может, выйдете, подышать воздухом, а я не иду. Ну, дышать здесь нечем, я в машине подожду. Ну, я буквально на пять минут. Ничего. Идите, господи. Ну, не может женщина спокойно проехать мимо магазина. Идите, идите, мы здесь, в машине. А вы будьте добры, вот это безобразие выпустите. И купите мне газетку, если вам не трудно. Вон, варёк. О, привет. Привет. Ты быстро. Ты сказал, у тебя ко мне какое-то дело? Даже два. Ты хочешь вернуться ко мне? Ник, ну, мы же вроде уже все обсудили. Как-то закрыли этот вопрос. Мы теперь просто друзья. А зачем ты меня позвал? Хотел посоветоваться по-дружески. О чем посоветоваться? Я просто не знал, что ты не так меня поймёшь. Пожалуйста, говори скорее, я очень спешу. Я хотел купить Ксюше подарок, купальник. Там такой выбор, что я в этом ничего не понимаю. В общем, хотел, чтобы ты мне помогла. А второе какое дело? Наше брачное свидетельство у тебя? Здесь? Нет, в квартире у Геменных. Мне бы его заверенный перевод с Узбекского. Приезжай, забери. А ты не могла бы узнать, где сейчас делают эти официальные переводы? Мне кажется, ты можешь сам с этим справиться. Залезь в интернет и узнай. Ник, подожди. Ну, у тебя всегда все ловчей выходило. Может, ты найдешь эту контору, сделаешь все сама? Ты хочешь подать на развод? Пока нет. Просто мы в Калифорнию собираемся. Помнишь, меня приглашали? Ага. В американском посольстве, чтобы визу получить, ну, вот если ты состоишь в браке, нужно брачное свидетельство. И вообще там столько бумажек нужно собрать. Просто мрак. Теперь послушай меня. Я не буду тебе помогать. Ни сейчас, ни потом, никогда. Никогда. Я только что из-за тебя потеряла одного человека, очень хорошего человека. Я буду жалеть об этом, наверное, всю жизнь. Все, умоляю, забудь мой номер телефона. Меня нет для тебя. Я разбилась. Поражу там насмерть. Ну, все в порядке? Нашли, что хотели они? Да нет. Потеряла. Нет-нет, не сейчас. Давно потеряла. Просто боялась в этом признаться. Ну, ехать-то можем? Да. Поехали, пожалуйста. Кристина, я слышала сегодня, что ты говорила, что и Пушкин, и Лермонтов очень скучные писатели. Конечно, я понять могу вас, так как мы изучаем этих великих, замечательных… Я прошу прощения. Не помешал? Я ненадолго. Твое белье принес. Ты меня вчера оставил, я их хотел выбросить, потом подумал, вдруг она у тебя единственная. Пошел вон. Пошел вон. Ты не имеешь права. Пошел вон. А мне никто ничего не может запретить. Это моя школа. И мое тоже. Ты что, меня не узнала? Игорь Савинков. Восьмой В. Вспомнила. Ударь меня. У вас прекрасная учительница. Я ее тоже когда-то очень любил. Ну, продолжайся. ПОДПИСЫВАЕТ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Есть новости. Хорошие? Неплохие. Ты не хочешь сегодня полечить, так капельницу поставить, а? Хочу, очень хочу. Но я не уверена, что получится. До двух у меня занятия. После двух звони, я свободен. Спасибо. Пока не за что. Увидимся, все расскажу. До встречи. У вас что, роман? Я вашей семье обед безбрачия не давала. Интересно было посмотреть, кто на вас клюнул. А ты что думаешь, что я как женщина вообще ни на что не гожусь? Ну нет, почему? Вы очень симпатичные, только не ухоженные. А где же мне время найти, чтобы за собой ухаживать? Так вся жизнь не пройдет, котлеты вам поджаривая. Потом уже старая безобразная, точно никому не буду нужна. До этого еще далеко. До чего далеко? До безобразной старости вам далеко. Ну? Здравствуй, Ника. Здрасте. Ну, не молчите, рассказывайте. Я думаю, что тебе завтра никто не позвонит. Они нашли его? Ну, почти. Все оказалось гораздо проще, чем я думал. В смысле? Ну, в смысле проще. Установили факты. Любовник твоей хозяйки – это муж ее предпоследней клиентки. И что это значит? Так жрать хочу. Пойдем, сядем, я тебе все расскажу. Только ты меня не терапин. Ну, так на чем мы остановились? Вы сказали, что любовник Натали – муж ее клиентки. Предпоследней клиентки. Это очень важно. Вообще-то, знаешь, клиентка шантаж даже в виду не имела. Она просто наняла человечек, когда заподозрила что-то неладное. Человечек должен был проследить за ее супругом. Он принес ей фотографии, из которых она поняла, что ее благоверный изменяет ей с мадам-дизайнером, который в это время руководил ремонтом ее квартиры. Ну, а поскольку она уже успела порекомендовать дизайнера-приятельнице, а та, в свою очередь, успела заключить свои контракты и выплаты денежки, то ясно, откуда они знают про все денежные дела твоей Натальи. А как вы их вычислили? За полтора дня наши ребята выяснили имена и адреса клиента. Мальчик Алеша, вооружившись информацией и легендой, отправился по этим адресам. Представляешь, какое было его удивление, когда дверь одной из квартир открыл мужчина, изображенный на фотографии в объятиях Натальи. Ну, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, откуда ноги растут. Подружки-клиентки встретились в среду вечером в фитнес-клубе. Их удалось даже немножечко послушать. Остальное дело техники. Выяснили личность фотографа. Может оказаться так, что фотограф и человек, который тебе звонил, это одно и то же лицо. Если это так, все просто. Ну, если не так, то наружка походит за подружками и выяснит, с кем они сегодня встретятся. Спасибо. Ты представляешь, что они творят? Что они вытворяют? Они хотели шантажировать человека, которого знали лично. Это верх идиотизма. Их вычислить, расплюнуть. Это тебе может подтвердить любой сыщик. Но они-то думают, что они самые умные. Кругом все идиоты, и никто ни о чем не догадается. Господи, да стоило Наталье рассказать любовнику об этих фотографиях или даже просто про шантажиста. Он бы сразу догадался, что это дело рук его благоверной. Ну, а если они вообще с этим шантажистом встречаться не будут до завтрашнего утра? Тидаешь. Шантажиста надо проинструктировать. Надо натаскать. Надо натренировать. Он же идиот. Такой же, как все кругом. Все может испортить дело. Это они умницы, разумницы знают. Что надо сказать, как надо среагировать на те или иные твои слова. И что дальше? Дальше им объяснят, что они поступают... Нехорошо. Некрасиво. И они отдумаются. Знаешь, есть такая... Поговорка, выражение такое. Неприличное. Ну, на всякую хитрую задницу есть своя клизма с винтом. Знаю? Откуда? Мой бывший водитель на скорой очень любил это выражение. Только хитрую задницу он заменил на кривой анус. И жутко гордился своими лингвистическими достижениями. Ну, есть чем гордиться. Ну, вот, спектакль закончен, занавес упал. Артисты медленно выходят на поклоны. Ты что, что с тобой? Дядя Назар. А вы могли бы на мне жениться? Легко. Зачем? Ну, вы же говорили, что я вам нравлюсь. И блондинок вы любите. Я говорил, что могу захотеть на тебя жениться. Ну, а в принципе? Может такое произойти, что вы захотите на меня жениться? Ты зачем спрашиваешь-то? Чтобы быть готовой к любому повороту в наших с вами отношениях. Не ври. Будешь врать, никогда не женюсь. Не буду врать. Не будешь врать, все равно не жениться. Почему? Я, увы, не герой твоего романа. Да. А ты замуж без любви. Под дулом пулемета не пойдешь. О, извини. Да, я жду твой звонок. Умница, гений. Ну, спасибо. Да, она здесь, сейчас все скажу. Будь здоров. Все. Никто тебе завтра звонить не будет. Сейчас же можешь ехать к Севе за отчетом. Да мне не нужен отчет. Тебе не нужен, а им нужен. Хорошее дело требует порядка. А Светка, медсестра, постоянно сдавала у нас ее май. А, ну, представляешь? Конечно. Вот. И у Светки у моей сегодня день рождения. Она нас очень приглашает. Поедем? Слушай, я бы очень хотел, но вряд ли получится. Так почему? Поехали. Все равно к брату твоему мы уже съездили. Ну, сейчас я попробую домой позвонить и договориться. Мил, у меня деньги кончились на телефоне. Можно от себя посмотреть? Да, конечно. Держи. Кость, может, забей, поедем, а? Кость. Я не могу. Вот объясни мне, почему ты не можешь провести один вечер не дома, а? Кость, ну, ты что, не знаю, пятнадцатилетняя девчонка сомнительных наклонностей, а? Или что, родители боятся, что ты невинности лечишься? В чем дело-то? Мы с тобой за все время еще ни одного вечера вместе не провели. Ты считаешь, это нормально? Это не нормально. Ну, я не могу сейчас с родителями ссориться. Они из-за Вадьки так перестрадали, что из-за меня теперь трясутся. Всю жизнь трястись будут. Мило. Что мило? А если жениться надумаешь, будешь в них спрашивать, а можно ли мне поцеловать невесту, да? Понимаешь, у нас с Вадькой несчастье такое случилось, и мы вокруг этого несчастья сплотились, что ли. Мы должны вместе сейчас быть, рядом. Если я уеду веселиться, а родители останутся одни дома, это как предательство будет. Мы очень любим друг друга. Ну, тебе не понять этого. Ну, конечно, мне этого не понять. Мил, ну... Ясно, что в этом море любви мне просто нет места. Ну, что ж, поищу это прекрасное чувство в других водоемах. Ну, почему не сегодня? Ну, вот я собралась, как дура, а ты? Ладно. Ну, а завтра пойдем к тебе? Хорошо, я буду ждать. Не, ну, какая школа? Да не пойду ни в какую школу. Да, с самого утра буду ждать. Хорошо. Ну, ладно, целую. Ты голодная? Ален, ужинать будешь? Что? У нас на ужин твои любимые манты с тыквой. Я ничего не буду. Зря пьешь такой холодный. Следите за дедом, а не за мной. У тебя горло недавно болело. Вас это не касается. Ален, у тебя что-то случилось? У меня все, зашибись! Ты изменилась. Да у меня все супер! Я рада за тебя. И кто этот мальчик? Он не мальчик. Я встретила мужчину своей мечты. У меня от его прикосновений просто ноги подкашиваются. Прикосновений? Ален, ты еще очень молода, чтобы иметь серьезные отношения. Он что, намного старше тебя? Да вам-то какое дело? Что вы все тут вынюхиваете? Да вы спрашиваете! Завели в доме ищейку! Уши локаторы! Ну, до завтра! Привет, Ма! А ты чего дома? Да ученик заболел, вот пораньше освободилась. Как Вадик? Нормально. Ждет тебя в субботу. Мам, ты поговорила с папой? О чем, сынок? Чтобы он к Вадике хоть иногда заезжал. Сынок, папа сам знает, что делать. Я не могу ему указывать. У нас в семье главный папа. Зачем ты устраиваешь этот цирк? Зачем ты врешь? Костя, что ты говоришь? Ты сам себя слышишь? Слышу! Мы все здесь разыгрываем какой-то дебильный спектакль. Папа в семье главный. Наш папа должен отомстить за сына. Да нашему папаше нужно для начала найти хоть какую-нибудь работу и перестать у тебя брать деньги и сумочки. Мам, это отвратительно, когда мужик сидит на шее у женщины. Нам надо бросить всю эту слежку и вернуться к себе домой. Костя, прекрати. Мам, Вадик в этой психушке тоскует. Он каждый день ждет тебя и отца. Мы же не Вадьку, не за Вадьку мстим. Мы всей этой ерундой занимаемся только для того, чтобы отец снова почувствовал себя в семье главным. Разве не так? Катя, Катя, глянь сюда, Катя! Кирилл брат мой приехал! Мам, прости. Мам. Мам, прости, я погорячился. Я люблю папу. Но я же не слепой. Я все вижу. Если ты все видишь, то ты должен до конца все понимать. Вадику уже не поможешь, к сожалению. С ним случилась страшная трагедия. Мы ничего не можем изменить сейчас. А папе еще можно помочь. Помочь выбраться из той ямы, в которую он попал. Но кто же ему поможет, если не мы самые близкие, самые родные его люди? Агрейский салон за батарею. Евгения, что она сама говорит? Нечего мне с шеглот из агрейского шокопробка делать. Я там плотно люблю. Что ты мне здесь в магазинах природы устроил? Ну, пойдем. А что? Человек, как ты и мечтал. Не, не читал, я не читал. Я хорошая книжка. Пойдем. Ну, Ленку возьмем. Я ничего понять не могу. Сегодня целый день его караулил у дома, но мужика, который с нашим до сенов встречался, он не появлялся там больше. Спросил соседей, никто при нем ничего не знает. А с Кузем не провалился. Не то, Гребенян! Все нормально, все хорошо, все спокойно. Будем дальше караулить, будем следить. Я там, вот Костя есть. Костя, завтра поможешь, если что? Да, пап. Да. Вот хорошо. Ну, пойдем со мной. У меня разговор к тебе есть. Разговор есть. Иди сюда. Знаешь, смотри. Я хочу, чтобы ты поближе познакомился с этой женщиной. С какой женщиной? С такой женщиной, за которой мы следим, который с собакой гуляет, с его женой. Ты понимаешь, что жена-то всяко знает. Про его друзей, что у него на работе творится, с кем он встречается, с кем он общается, ну, и так далее. Пап, ну, если она и знает, то с какой статьей мне рассказывать? Я тебя сейчас очень сильно удивлю. Ты себе даже представить не можешь, с какой охотой женщины делится со своими любовниками информацией о муже. Не понял. Ты хочешь, чтобы я ей любовником стал? А это что, для тебя очень большая проблема? То есть, ты не можешь ради брата сделать такой малости? Я не понимаю. Пап, может, ты сам? Подожди, что я сам? Ну, познакомишься с ней, там, роман закрутишь. Просто ты ей по возрасту больше подходишь. Да и интереснее ей с тобой будет. То есть, ты сейчас потолкиваешь меня к тому, чтобы я измени маме, да? Нет, ну, так получается. Так получается. Вот уж не думал я, что, оказывается, у меня сын такой подонок. Привет. А я вот за выпиской приехала. Второй этаж по коридору направо, окно регистратуры. Можно я поднимусь к тебе потом? Зачем? Сходим, кофейку попьем. Ник, ты меня прости ради бога. Я с замужними женщинами роман не завожу. А я не замужем. Что-то вы путаетесь в показаниях девушек, говорили о немые хорошие знакомые. Два дня назад был муж, сегодня уже нет. И два дня назад не было. Трудно вас порой бывает понять, женщины. Пока. Вадик, мы с тобой уже почти друзья. Буду с тобой откровенным. Динамика есть, но меня она не удовлетворяет. Я не смогу тебя выписать, покуда не буду уверен, что ты не повторишь. Ну, ты меня понимаешь. Понял. Боитесь, что вернусь домой и опять резану все вены? Хорошо, что ты меня понимаешь. Попробуй сегодня быть со мной откровенным. Что же стало причиной твоего срыва и всего того, что за ним последовало? Хорошо, я тебе помогу. Родители считают, что главной причиной было то, что ты не поступил в институт. Это так? Да, так. Погоди. Ну, что ты совсем сразу соглашаешься? Давай рассуждать. Ну, не поступил ты в институт. И что тут такого? Я в медицинский с четвертого захода поступил. Мои сверстники уже дипломы защищали, а я все еще бегал на вступительные. Обидно было, не скрою. Но ничего, справился. И со временем доказал, что не дурнее других. И себе доказал, и другим. Вы молодец. Спасибо, но я не об этом. Чувствую, что не сам провал в институт тебя так расстроил, а что-то другое. Ты себя виноватым не считаешь? В чем? Ну, я не знаю. Ты мне скажи. Ну, не готовился к экзаменам. Не готовился. Я не только школьные предметы. Я программу этого института до третьего курса знаю. Такой умный. Не дурак. Хорошо. Значит, виноватым себя не считаю. Я не понимаю, какое вине вы меня спрашиваете. Ну, ты вспомни. Вот ты узнал, что ты не поступил. Что ты почувствовал? Говори. Этот разговор останется между нами. Клянусь. Вот у меня в школе. Давай в четверг. У тебя, да? У тебя тоже четверг. Здорово, ребята. Здорово. Ну, чего? Да, неплохо. Нормально. Ну, хорошо. Но нужно сдать. Обязательно предмет. Пойдем. Подойди ко мне после занятий. Я подошел. Он похвалил мою работу. Сказал, что у меня золотая голова и что мне место среди лучших студентов. А потом вздохнул и говорит, что русский на отлично мне не сдать. И это помешает мне поступить. И что он тебе предложил? Он сказал, что один человек нуждается в моей помощи. Что этого человека большое влияние в приемной комиссии. И если я ему помогу, то могу считать себя поступившим даже с четверкой по-русскому. И что нужно было сделать? Он сказал, прояви знания компьютерных технологий. Еще сказал, что этот человек, который мне поможет, проректор. И что его обманули биржевики. И ему всего-навсего нужно вернуть свои собственные деньги. А для этого нужно взломать сеть и ввести туда нужную информацию. Прости, я в этом слабо разбираюсь. Ты согласился? Да. И ты сделал все, о чем они просили? Да, я понимал, что это нехорошо, что это называется хакерство. Но раз человека обманули, почему бы не помочь? Ты видел этого проректора? Нет, меня туда отвез Виктор Валентинович. Но это тот человек, который попросил меня остаться. Пока я работал, они были в соседней комнате. Там еще много компьютеров стояло. А адрес этой конторы ты запомнил? Нет, он меня туда на машине отвез. А ты что, по сторонам не смотрел? Да нет, он мне все про свою собаку рассказывал. Фотографию показывал. Через три часа я закончил. Мне сказали спасибо. Угостили коньяком и отвезли домой. И потом ты стал спокойно сдавать экзамен? Спокойно. Я за все основные предметы отлично получил. А из-за изложения четверку и меня не приняли. Вадька, ты же взрослый умный парень. Два мерзавца тебя подло обманули. От этого в жизни никто не застрахован. Ты думаешь, меня мало обманули? Значит, вы сильный, а я нет. Я не могу жить с мыслью, что меня так легко обмануть. Не так-то легко тебя обмануть, господин будущий программист. если для этого пришлось такое кружево плести. И человеку надо помочь. И проректор он и свои собственные деньги хочет вернуть. Выбрось всю эту историю из головы. Начни заниматься и даю тебе слово, на следующий год поступишь. Да я бы рад забыть, но отец не дает. Подожди. А при чем тут твой отец? Боже мой, он отопстить хочет. У него уже крышу снесло на планах мести. Я с ним поговорю. Прошу вас, не надо. Нельзя у отца отнять эту миссию мстителя. Иначе он почувствует себя никому не нужным, каким уже давно является. Молодец. Милечка. Ты муха. Ника, привет! Привет. Вы к Денису? Нет, Ника, я к тебе. Видишь, какой я верный, настойчивый. Лучше бы мы эту верность для Дениса приберегли. Дети, Ника, это неблагодарные существа. С чего взяли? Ну, поверь, мне не имею кое-какой опыт. Родители, прежде всего, что такое родители? Бабки, шмотки, машина, если повезет. Ну, новые мобилы, если не очень. Неправда. Денис вас очень любит и ждет. А у тебя есть дети? Нет. Ну, молодец. Молодец. Умная женщина, надо жить для себя. А дети это и есть для себя. Моя беда в том, что у меня нет детей. Вам Бог дал, такого сына, а вы... Уходите. Что, мехамишь, что ли? Я сейчас полицию вызову и скажу, что вы меня домогаетесь. Пойдем. Ника, я привык добиваться женщин, которые мне нравятся. Ты мне нравишься. Так что это только вопрос времени. Пока. Я завтра заеду. Гулять, Аргун. Молодец. Гулять. Давай. Где папа? Он ушел, он торопился. А, да? Ты его прогнала? Денис. Что Денис? А ты не могла его домой позвать, нет? Зачем? Как это зачем? Потому что я дома, Ника! Я ему сказала, что ты его очень ждешь, но он торопился. Торопился. Понятно. А что ж ты не могла пофлиртовать с ним немного, а? Может, он бы вообще тогда никуда не поехал? Нет? По-моему, внимание отца может добиваться каким-то другим способом. Каким, черт возьми, другим способом мне можно его добиваться, если я ему не нужен? Если я вообще никому не нужен? Мать все время работает, Павел с Аленкой постоянно. Павел вообще меня в упор не видит, я для него пустое место. деда. он вообще такой говорит мне, Денис, добрый вечер, и все. Он чаще с собакой говорит, чем со мной. А Аленка? Что Аленка? Ты смеешься, да она меня с детства ненавидит. Ты с сестрой мало общаешься, в этом беда. У меня, к сожалению, нет ни сестры, ни брата. Был муж, но его теперь нет. Знаю, ты не самая везучая. Заметил? Что? Что ни одному тебе хреново. Можно я у тебя останусь? Нет. Ну почему? Я хочу этого. Я тоже хочу, но думаю, что не стоит. Почему не стоит? Ты думаешь, я боюсь, я не боюсь. Я хочу тебя. Малыш, не вертись. Я не малыш. Между прочим, у меня уже был опыт. Этим не хвастаются. А я не хвастаюсь. Это был так, детский сад с одноклассником. С тобой мне все будет по-другому. С чего ты взяла? не мешай. Ты что, не хочешь меня? Хочу. Но пока я не готов. и потом, что скажет наш папа? Папа? Да его инфарк хватит, если он узнает. Так побережем твоего папу. Пока. побережем. Все-все-все-все. Тебе пора. Ну, я теперь не усуну. Ты придешь домой, обязательно мне позвони. Хорошо? Хорошо. Постой. В чем ты сегодня будешь спать? Ну, я не знаю. Спи голый. Для меня. Угу. Игорь, ну пойдем ко мне. Ну, все уже спят. В следующий раз пойду. Обещаю. Беги домой. А это мы с Адушкой на приеме в английском посольстве. Ей тогда присудили премию Усфорда за одну научную разработку. Вот. О. А это вот она с учениками со своими. По-моему, Адалаида Тимофеевна как-то тепло одета не по сезону. Смотрите, дата 28 июня 85-го года. Что, холодно, наверное, было? Да нет. Все остальные в тонких рубашках и платьях, а она в твидовом костюме. Действительно. Я как-то не замечал. А вы наблюдательной, оказывается? Может, она болела или плохо себя чувствовала? Да бог ее ведает. Или прилетела из аэропорта сразу с командировки и на выпуск. Точно. Она ведь тогда только что вернулась из Мурманска. На испытаниях была на полигоне. И она даже до конца не досидела на церемонии. Ей плохо стало. Вызвали машину, отправили ее домой. Еще Павлушка, ему 10 лет было, еще допугался. Думал, мама умирает. Да, ну-ка. А вот он и Павловушка. Вот он, бездельник. Ой, а что это за мальчик? Какое-то лицо знакомое. Понятия не имею. Хотя все дети на кого-то похожи. А вы не помните, кто он? Да не знал я в одноклассников никого. Так. О, вот моя красавица. Правда чудо, да? Восемь лет ей. А на что это она смотрит-то, как на чудо? Отец привез ей компьютер с играми и показывал, как играть. Вот. Представляете, какая радость для ребенка. А Денису не было обидно? За что? Ну, что компьютер подарили Алене, а не ему или им обоим. Не слышал ни о каких обидах. Отец привез в подарок его сестре. Денис должен был радоваться этому. Вот нынче меня Аленка беспокоит. Почему? С ней вроде все в порядке. Да вроде. Мне кажется, у нее кто-то появился, кто как-то очень нехорошо влияет на нее. Николай Григорьевич, с чего вы это взяли? Ника, я не привык с кем-то обсуждать, каким путем я пришел к своим выводам. Я не собираюсь подвергать сомнению ваши выводы, хотя я с ними не согласна. Откуда вы взяли дурное влияние какого-то мифического молодого человека? По-моему, у Ален с поведением все в порядке. Аленушка всегда была очень целезустремленная, собранная, деловитая девочка, прекрасно училась, а нынче она целыми днями ничего не делает. В институт не хочет поступать. Пусть идет работать тогда, но отлеживаться на диване и шляться по свиданиям я ей не позволю. Николай Григорьевич, вам нельзя волноваться. Давайте сделаем так. Я поговорю с Аленой и как только я что-то узнаю, я вам сразу скажу. Меня не волнует сам факт, что у нее какой-то мужчина появился. В ее возрасте это нормально. Мне кажется, что он очень дурно на нее влияет. Ему, по-моему, лет 30, если не больше. Ну, почему сразу мужчина? Может, это мальчишка, ее ровесник, влюбилась девчонка без памяти. Ника, ну вы могли бы без памяти влюбиться в 17-летнего болтуса? Сейчас нет. Но в юности я влюблялась всегда только в своих ровесников. Да. Возьмите таблеточку. Спасибо. Ложитесь. Вам нужно отдохнуть. Ой. Алло. Алло, Ника, почему вы не подходите к телефону? В чем дело? Я была в комнате у Николая Григорьевича, у него был приступ. Павел ездит домой. Он мне только что звонил. В такое неурочное время. Я боюсь, что он опять напился. Ника, Ника, не пускайте его в квартиру. Идите во двор, сделайте что-нибудь. Хорошо, хорошо, хорошо. О, привет, Ника. Здрасте. Что? Нет. Ну, где Аленка? Кажется, дома. Аленка! Тссс. Николай Григорьевич спит. Это да. Так. Аленка! 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 Смотри, что я достал. Твоя любимая группа Триада! Что ты орешь? Сколько времени? Ну, часов пять. Давай, вставай, наряжайся, идем на концерт. Билетов в кассе не было, я у перекупщиков покупал. Нет, я не пойду. Как не пойдешь? Дурочка, это же Триада, как ты хотела. У меня другие планы, отстань от меня. А че ты спать легла? Вы температуру-то мерили? Павел Николаевич, пойдемте. Павел Николаевич, у Николая Григорьевича сегодня опять был приступ. Скорую вызывали? Да нет, обошлось. Таблетки дала. Он сейчас спит, а когда проснется... А вы что, думаете, меня дочь совсем не любит? Осуждаете ее за то, что она грубит отцу? Нет, не осуждаю. Да как же не осуждаете? Я же вижу по вашему лицу, что осуждаете. Ника, это не так. Она добрая, нежная девочка просто. У нее сейчас трудный период. Какой? Период взросления. Я за нее очень боюсь, потому что ей только предстоит узнать, что в этом мире полно негодяев, циников. Я ведь вот человек не особо религиозный. Вы знаете, я каждый день за нее молюсь. Хотите, я поговорю с ней? По-женски. Да. Вы попробуйте, но только я вас очень прошу. Очень аккуратно, чтобы не оттолкнуть ее. Не переживайте. ну что ты, чего ты плачешь? Ну я люблю его. Люби, а плакать-то чего? Да он сказал, что не звонка, сам не звонит. Позвоню. Все будет хорошо. А вдруг он меня разлюбил? Вокруг него столько взрослых, красивых, опытных, а я... Расскажи, какой он. Да он замечательный, он художник, он гений. Пригласила в гости, я плов сделаю. Спроси, он любит настоящий узбекский плов. Он не хочет сюда приходить. Почему? Не хочет и все. Странно. Тебе не кажется, что это странно? Это нормально. Зачем ему сюда приходить, где полон дом народа? У него есть свои собственные отдельные квартиры, где нам никто не мешает. Ты ходишь к нему? Хожу. Тебе хорошо с ним? Отец себя подослал? Или может, мамаша? Нет, точно, отец. Так вот ты ему передай, что он со мной не спит. Не кричи. Спит или не спит, вас ведь только это волнует. Лично меня это вообще не волнует. Ну, конечно, ты же у нас доктор, тебя волнует только. Да, кстати, а что тебя волнует? Меня волнует, чтобы все были живы и здоровы. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, да? Ждала, очень ждала. Куда я сейчас выхожу? Что, куда подъехать? Ага, сейчас буду. Ален, будь с ним осторожна, ты совсем не знаешь этого человека. Чтобы любить, не надо знать. Надо любить. Вероника, здравствуйте. Здрасте. Как дела? Нормально. А можно я с вами погуляю? Только до спортплощадки, у меня там встреча. С мужем? Нет, не с мужем. А с кем? Кость, вы хоть и юный, но не настолько, чтобы задавать такие хампские вопросы. Простите. На первый раз прощаю. Вероника, а знаете, о чем я мечтаю? Откуда ж мне знать? Я мечтаю подарить вам цветы. Но вы, наверное, не примите их. Я понимаю, вы замужем, и мужу не сможете объяснить, откуда. Кость, если это вам доставит удовольствие, дарите мне цветы. Мой муж не ревнив. Спасибо. А вы завтра выйдете? Выйду, куда ж я денусь? Все, дальше я иду одна. А почему ваш муж никогда не выходит гулять с собакой? Слишком много вопросов. До завтра. Пойдем. Ну, беги. Дядь Назар, вы меня простите, что я вас лякоть вытащила? Ну, вытащила и вытащила. Что, опять кто-нибудь в опасности? Аленка. Аленка – это кто? Дочка моей хозяйки и внучка моего больного. Молодец, хорошо объяснила, сразу все понятно. Что с внучкой? Влюбилась. Сколько лет? Семнадцать. Ну, так нормально, самый возраст. Да нормально, нормально. Только влюбилась она в дядьку, который ей в отце годится. Ровесник ее папаши, в буквальном смысле. Они учились вместе в одном классе, я видела на общей фотографии. А ну-то, может, и ничего. Но есть две вещи, которые меня смущают. Вернее, их три, но третий потом. Он проводил ее домой, и потом, когда она убежала, случайно увидела его лицо. На нем не было ни любви, ни нежности. А что второе? Он не спит с ней. Хорошо, девчонки, семнадцать лет, порядочный человек. Дядь Назар, мы с вами взрослые люди. И мы понимаем, что мужик соблазняет девчонку для того, чтобы с ней переспать. А он ее доводит до кипения, целует, обнимает и все. А почему ты решила, что они не спят? Она сама сказала. Ну, мало что она сказала. Семнадцать лет, такой наговорят. Ей можно верить. Молодые сейчас очень легко и свободно говорят о сексе. Понятно. Так что мы имеем? Первое, значит, плохо посмотрел, второе не спит. Ну, а третье что? Дед очень нервничает. Выдал недавно приступ. У него в комнате есть древний аппарат такой, и он его отказывается менять. По-моему, он прослушивает его телефонный разговор. Вполне может быть. Дед-то из КГБ, а у них аппаратура всегда была на уровне. Если четвертая. Ну, давай четвертая до кучи. На старой школьной фотографии будущий соблазнитель как-то косо смотрит на Павла Гремина. Косо смотрит. Ну, и что ты думаешь по этому поводу? Думаю, что Игорь Савенков решил отомстить своему бывшему ваннокласснику, а орудием выбрал его дочь. За что отомстить? По его замыслу, что такое это месть? Искалечить жизнь девчонки. Искалечить жизнь девчонки. Как искалечить? Конкретно как? Ну, я не знаю. Ну, может быть, он хочет, чтобы она родила от него ребенка, а он откажется жениться. Ну, банально. Даже пошло. Вот смотри на фото. Парень-то неказистый, явно закомплексованный, страхами замученный. Знаешь, бывают такие в классе изгои. А сейчас вырос, говоришь, в супермена, в которого девчонки влюбляются. Это он какую работу над собой проделал? Какую работу? И месть эту свою холил, лелеял столько лет. Непростой он мужичок, непростой. Это придумал. Мстит-то он не Аленке, а однокласснику, которая в дочке души не чает. Дядя Назар, вы что, хотите сказать, он собирается убить ее? Господь с тобой хотел бы убить, давно бы убил. Нет, тут надо думать. Надо думать. Но у вас же есть какая-то версия, я вижу. Да нет у меня никакой версии. Какая версия? Тут что угодно может быть. Может, девчонку посадить на наркотики, а может, повесить на нее какое-нибудь преступление. Любая мерзость может быть. Любая. Вот важно выяснить, что в школьные годы между ними произошло. вот. Давайте я попробую поговорить с Павлом. Мы сегодня как-то с ним сблизились. Поговори, поговори. Если что узнаешь, позвони мне. Фотографию-то я пока себе оставлю. Уж крепкий разговор я этому Игорьку организую. Ну что мать-то? Мать-то что? Она что, не догадывается ни о чем? А о чем она может догадываться, дядя Назар? Про таких, как она, моя бывшая водитель наскоро говорила. У меня в черепной коробке только одна мысль, которая болтается там как копейка в чемодане. Ну что, образно сказал твой водитель. Девчонку жалко. Всю жизнь дочку хотел. А жена только сына родила. А? 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 Я же тут. Наталья Сергеевна. Ника, ну где ж вы ходите? Я вас тут в битый час уже дожидаюсь. А Николай Григорьевич с кем? Да он с Денисом там все нормально. А как вы это допустили? А я сейчас объясню. Я вот. Скурс. Я когда уходила, он телевизор смотрел. Надо провести дома полную ревизию. У нас не должно быть спиртного. Вы меня слышите? Слышу. Давайте мне аргона. Вот. Нет, не надо. Сидите тут с ними обоими. Ну почти скунстый я не понял. Пуще. Пойдемте, Павел Николаевич. Гулять? Гулять. Гулять. Где пес мой? Вот ваш пес. Торгошка. Ты мой хороший. Не целуешь. А раньше целовал, потому что я гулялся. Пойдем. Павел Николаевич, а в какой вы школе учились? Ага. Во. 412-я. А с однопластниками вы встречаетесь? Это как сейчас? Это модно. Да я был пару раз. Такая тоска. А Игоря Савенкова помните? Игоря Савенкова. Да. Был такой. Рисовал хорошо. А он из школы ушел, потом я его не видел ни разу. А почему вы меня, спрашиваете? Так. Пойдемте. Пойдемте гулять. Слушаю. Дядь Назар, это опять я. Все, как мы с вами и думали. Он мстит Павлу, мне кажется, есть за что. Детали расскажу при встрече. Тогда я подберу ребяток для беседы с Игорем. И не будем терять время. Хорошо. Игорь Савенкова. Костя. Костя, вставай. Она может бурить собакой. Костенька, давай, вставай, 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 вставай. Тихо ты маму разбудишь. Стою я. Давай быстрее. Как ты вчера мог не проследить за ней? Она же не венграша не встречалась с тем, кого мы ищем. Давай. Бери, иди, иди, иди. Как ты мог их упустить вчера? Как я мог там следить? Там место открытое. Я не знаю как. Надо было идти. Надо было ползти, в конце концов. Ты понимаешь, что она с ними заодно? Это же она, меня с там, может встречаться с партнерами. Ты в чем упустил? Ты у меня что? Ты идиот. Ты в чем прослепил? Ты в чем прослепил? Идиот! Мне сегодня нужно, чтобы ты узнала его имя. Мне сегодня нужно имя. Ты слышишь меня? Слышу я, не глухой. Прошу. Прошу, сын. Опять вы? Да, я. Доброе утро. А где же ваши цветы? Какие цветы? Ну, которые вы обещали мне подарить. Или вы передумали? Я не успел. Вы так рано выходите, а я не спал всю ночь. И что ж вам не спится-то? Из-за ревности. Вы вчера на свидание ходили. Я знаю, что у меня нет никаких шансов. Я для вас слишком молод. И вообще вам со мной скучно. Но я правда ревную. Вам смешно? Нет, мне не смешно. У вас нет никаких оснований для ревности. Я своему мужу не знаю. А как же тот мужчина, с которым вы встречались? Кость, мы можем с вами договориться? О чем? Вы не будете выходить, когда я выгулюю с собакой. Вы не будете топтаться на месте и говорить мне комплименты. Я не знаю, какую вы игру затеяли, но я от вас устала. Извините, я не думал, что я вас так раздражаю. Да, раздражаете. У меня большая квартира и большая семья. И заботка о городе. Прогулка с собакой – это отдых для меня. А вы меня это отдых и лишаете. Извините, я ухожу. Прощайте. До свидания. До свидания. Ты мой хороший. Ты мой золотой. Ты самое нормальное существо здесь. Мама, а где папа? В душ. А ты чего так быстро вернулся? Она меня прогнала. Прогнала? Сказала, что я надеюсь со своими дебилями приставаниями. И я знал, что так будет. Я говорил отцу, что она для меня стара. Но он же слушать не хочет. Ну не надо так о папе. Он знает, что он делает. Да ни хрена он не знает. Ма, чего ты его защищаешь все время? Ты разве не понимаешь, что у нас из-за него вся жизнь вот так наперекосяк? Господи, ну что ты говоришь? Я понимаю. Ты его любишь, жалеешь. Но он-то нас как-то не особо жалеет. Он даже к Вадике не ездит. Строит из себя великого сыщика, вместо того, чтобы работу искать. Все, я и выходные. Заберу Вадика домой. Я пойду завтрак сделаю. ЗАГИЧЕСКАЯ МЬЬЕ СИГНАМИ Сегодня я иди сюда. Я иди сюда. Я иди сюда. Если к концу нашей беседы у вас возникнут вопросы, я на них отвечу. А сейчас вам придется меня выслушать. Мы пришли к вам по деликатному делу. И если сумеем договориться, то мы надолго не задержимся. Одному человеку стало известно, что вы собираетесь совершить неблаговидные поступки. Что вам нужно? Денег сколько? Позвольте, я продолжу. Спасибо. Так вот, мы очень не хотели бы, чтобы этот поступок был совершен. Я ясно излагаю. А еще больше, этого не хочется ее деду. Вы, наверное, знаете, что ее дед долгое время работал на государственной службе. Старый маразмачик. Игорь Николаевич, ее дед пожилой, уважаемый всеми человек. С большими возможностями, как вы, наверное, успели заметить. Вы меня поняли? Я понял. Что вы хотите? Вот это конструктивный разговор. Мы поступим так. Вы бросите девушку не резко и грубо, чтобы, не дай бог, не нанести ей травмы. А сделаете это мягко, так что она не сразу заметит, что вы из ее жизни исчезли. Все. Да, это все. Душин у вас проветрить бы. Ну что, ребят, сразу домой или, может быть, прокатимся? А вы, мил, не спешите. Слушайте, вообще, нас родители дома ждут к обеду. Да нет, вы как хотите, просто могли бы проехать, например, через Воробьевы. О, отличная идея. Я там раньше любил гулять. Да, я тоже. Ну, а теперь? Ну, а теперь все подружки по разным вузам разбежались. Вот и не с кем. А Костя? А Костя у нас слишком занятой господин. Мил, а ты не была здесь? Не заходила к Костику в гости? Да нет, как-то не приходилось. А что? Ну, значит, нас уже двое. Тогда пойдем с нами, а? Я тоже в этом доме первый раз. Немного волнуюсь, а двоем вроде не так страшно. Да почему бы и нет? Действительно, а? Только нас там чем-нибудь покормят. Я просто голодна, как собака. Ну, я думаю, в честь такого случая мама что-нибудь приготовит вкусненькое. Тогда пойдем? Пойдем. Ой. Привет. Ой, Вероника. Здравствуйте. Здрасте. Так это вы Вероника? Вроде да. А вы Костин товарищ? Это Вадик, мой брат. А это Мила. Мы учимся в одном институте. Да, я бы тоже не подумала про них, что они братья. Когда Костик мне сказал, что у него есть брат-близнец, я тоже думала, что они будут хотя бы похожи, ну раз брат-близнец, да? Вот. А смотришь на них, думаешь, два разных человека. Ну, мы с Костей долго совещались и решили быть разнояйцевыми-близнецами. Когда близнецы однояйцевые, то им самим живется ужасно весело. Их все путают, и поэтому можно устраивать разные приколы. Но окружающие с ними мучаются из-за этих постоянных розыгрышей и обманов. А если близнецы разнояйцевые, то на самом деле они живут самой обычной жизнью, без какого-то особого веселья. Зато представляете, как родителям здорово? Сразу получается, два маленьких человечка и абсолютно разные. Вадь, ну, и вот когда нас мама с папой сделали, пусть у нас будет обычная жизнь, зато у родителей сплошная радость и удивление, когда они будут обнаруживать, какие мы разные. Верно, Костик? Верно, Вадь. Я думаю, мы пойдем, а то нас родители сочетают. Пойдем. Пойдем. Не понимаю, как ваш муж мог себя всего этого лишить. Вы о пирожках? Да и о них тоже. Спасибо. Скоро ужинать будем. Да не торопитесь, Алена занимается еще. Она с утра занимается, у нее реферат. Наверное, интересный. А что на ужин у нас? У вас куриные котлетки с пюре. У них? Чахахбиль. Ну, как всегда. Мне тоска диетическая, у их пир. Чахахбили. Пойдем гулять. Рядом. Аргун рядом. Молодец. Вероника. Простите. Мы можем с вами поговорить? Простите, вы кто? Я мать Кости. А, хорошо, давайте поговорим. Извините, мы не могли бы пойти в ту сторону. Зачем? Ну, просто тогда нас не будет видно из наших окон. Пожалуйста, я вам все объясню. Хорошо, пойдемте в ту сторону. Пойдем. Ой. Рядом. Молодец. Я больше не могу это выносить. Вы понимаете, он измучил мальчиков, измучил меня. Он просто стал одержимым. По-моему, он сошел с ума. И я хочу положить этому конец, но только я не знаю как. Вот сегодня Костя привозил домой Вадика. Вы знаете, я была такая счастливая. Костя с девушкой пришел, по-моему, он влюблен в нее, она в него тоже. Ну, дети, они же должны радоваться, они же должны жить, должны, должны учиться, а не строить планы мести тем, с кем, таким простым людям, как мы, и не совладать. А я-то чем могу помочь? Ну, я не верю, что вы заодно с мужем. Вы имеете в виду обман талантливых абитуриентов? Ну, да, и преступные брокерские операции. Ну, вот в этом я точно ничего не смыслю. Ну, а вот Вадик разбирается. Знаете, он такой талантливый. Ну, вот Виктор Валентинович и воспользовался этим. Виктор Валентинович? Кто это? В смысле? Ну, ваш муж. Так, это какое-то недоразумение. Давайте мы расставим все точки над «и». Я не знаю никакого Виктора Валентиновича, я не замужем. То есть я, конечно, была когда-то замужем, но потом мой муж меня бросил. Подождите, подождите, Вероника, я ничего не понимаю. А собака? Что собака? Ну, вот эта собака, она чья, ваша? Почти, это собака моих хозяев. Я у них работаю, домработница, и моя обязанность входит гулять с собакой. А хозяин ваш, он, ну, то есть он преподает в институте? Преподает по часовикам, работает на фирме. Только он не Виктор Валентинович, он Павел Николаевич. Так, подождите, Виктор Валентинович, а почему вы решили, что я его жена? Ну, так муж вас видел вместе, а потом собака, вот такая же собака у Виктора Валентиновича. Он фотографию Вадику показывал. А, дело в том, что когда-то таких собак было две. Один нашего хозяина, а другой соседский. Потом пес уехал вместе с женой. Теперь у Виктора Валентиновича нет ни жены, ни собаки. Иди сюда. Ой, Господи. Арбон, иди сюда. Господи, ну а мне-то что делать, а? Вы понимаете, я, я, я больше не могу, я не могу выносить такую жизнь, понимаете? Это ожесточение, это вот постоянные планы мести. Я, я правда, я не знаю, что делать. Я, я, я не могу так больше. Я хочу этому конец положить, понимаете? Послушайте, Анна, у вас сложная проблема, и сложные проблемы, они так быстро не решаются. Давайте мы с вами разойдемся, а завтра увидимся. У меня есть один хороший знакомый, который может нам дать дельный совет. Спасибо. Спасибо, что вы слышали. Вы как считаете, мне мужу рассказать об ошибке или... Нет, я думаю, пока не стоит. Мы послушаем, что скажет мой знакомый, он человек опытный. Он в полиции работает? Он просто очень хороший человек и очень умный. Ага. Давайте запишите мои телефоны. А, хорошо, сейчас. А завтра мы с вами созвонимся. Хорошо, сейчас. Ну, а она что? Да, говорит, болит. Ладно, Вань, может, привет, пока. Да, хорошо. Спасибо. 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 ВСВИДИЯ. ВСВИДИЯ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Алло. Слушаю. Дядя Назар, добрый вечер. Не разбудила? Как с тобой связался, перестал снотворное принимать. Незачем просто. Все равно спать не даешь. Есть новости? Есть. И очень позитивные. Алену удалось отбить. Они Игоря били? Не, ну ты обижаешь. Я же сказал, переговорщик пойдет. Кстати, отлично сработал. Звернул, что это ее дед, кипист, их послал. И что, если что, дед его в бараний рог скрутит. Ну, он все понял правильно. Спасибо вам огромное, дядя Назар. А ты что-то не весела? Голос какой-то протухший. Опять проблемы? Да. Знаешь, не поспеваю я за тобой. Что на сей раз-то? Завтра. Сегодня уже поздно. Не нравится мне твой голос. Ты там часом не влюбилась? Влюбилась. Только шансов у меня нет никаких. Эй, эй, эй! Может подъехать к тебе? Нет, нет. Поздно уже. Спокойной ночи, дед Назар. Пойдем. Оргуш, ты мой хороший. Оргуш, ты мой хороший. Выпустите меня! Мне больно. Куда мне резюнь? Толстая, то успокой ее в конце концов. Отпустите меня. У тебя же ты достала уже, а! СТУК В ДВЕРЬ Собака не у тебя? Нет. Найти не можем. Куда же он делся? Может, он от Ники сбежал? Она бы сказала. Ну, как же. Она же все боится, что мы ее уволим. Так, надо у нее спросить. Ника, Аргон у вас? Вы меня слышите, Ника? Притворяется, что спит. А сама меня плащ погладить так и не успела. Так, ну, пустите меня. Ну, и где она? Мама, а у тебя Ника никуда не отпрашивалась? Да нет. Ничего не понимаю. Так я зато, кажется, понимаю. Заездили мы тетку. Купили себе рабойню Изауру. Вот она и свалила. Да, еще удивительно, что она у нас так долго продержалась. Между прочим, это ты, мамочка. Назначила ее и женой, и мамой, и хозяйкой. Классно устроилась. Конечно, сбежала и правильно сделала. Ну, да. Мы же ее наняли, чтобы она за дедом ухаживала. А в итоге заставили ее и сумки таскать, и убираться, все делать. Ну, чего ж ты ей сумки-то не помогал носить, а? О, отлично. То есть это я сейчас виноват во всем. Ну, допустим, допустим, она сбежала. Допустим. Ну, собака-то ей зачем? Документы и вещи Ники у меня. Потом ночью она никуда не могла бы поехать без денег. Да. Знаете, мне кажется, Ника порядочный человек. Она бы с нами так никогда не поступила. Так, пропустите меня. Наташ, позвони ей на мобильной. Я иду ее искать. Денис, со мной? Да, я готов почти. Отлично. Ну что, Наташ? Отключен. Ну, естественно, отключен. А как по-другому? Мы пошли. Мам, а может позвоню в полицию? Успокойся. У нее прописки нет. Так, где она обычно с собакой гуляет? Там. Начнем оттуда. Только давай застегнись, а то три раза сзади ему ангиной болел. Так, что встал? Подожди, ты замечал, что я болел ангиной? Ну, а почему я не должен замечать, что мой сын болеет ангиной? А я для тебя что, сын? Конечно, сын. Так давай сейчас не будем это выяснять. Догоняй. Аргон. Аргон. Хорош. Здорово. Так, Денис, отведи собаку домой. Дома будем решать, что делать. Ага. Пойдем. Да. Уж кого-кого Аргона, она бы здесь одного не оставила по-доброму. Гуля. Денис, подожди. Проходи домой. Молодец. Нашли, в подворотне сидел. О, Господи. А они как-то. Понятия не имею. Так. У кого лапы грязные? Сидеть. Сидеть. Я знаю, кто может нам помочь. Ты куда? Я скоро. Алена! Игорь, ну это же я! Я терпеть не могу, когда меня отрывают от работы. У тебя телефон не отвечает. Выключил. Послушай, у нас беда. Ты должен помочь, у нас Ника пропала. Какая еще Ника? Наша домработница пошла с собакой гулять и пропала. Собаку нашли, ее нигде найти не можем. Ну, с ней что-то страшное случилось. Я здесь при чем? Игорь, у нас такая катастрофа, а ты… Обратитесь в полицию. Да нельзя в полицию, у нее проблемы. Понимаешь, у нее нет российского паспорта и визы. Они ее даже искать не станут. А если не найдут, то из города вышлют. Ну, помоги нам ради меня. Ты что, ты сирота? У тебя есть папа, брат. Обратись к ним. Игорь, ну ты же сильный, ты умный, ты волевой. Помоги нам! Что ты сказала? Ника, наша домработница, она пропала и мы не можем ее найти. Ты сказала до этого, повтори. Ты сильный, ты настоящий мужчина. Только ты один, а они слабаки, манная каша. Иди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Есть кто? Что тебе надо? В туалет отведи. Обойдешься. В туалет отведи. Слышь, заткнись. А то войду и все зубы тебе выбью, поняла? Стас, иди, кажись, очнулась. Молодец! Молодец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отвечай, кто тебя нанял? Куда нанял? Домработница? Ты дурочка, не прикидывайся, кто тебя нанял. В туалет отведи! Пока не отведешь, разговора не будет. Я требую. Да заткнись ты, сука. Требует она. Вначале давай, Калис, кто тебя нанял за хорошим человеком наблюдать. Ты что ж, ваш хороший человек всегда меня запер? А чего ж, ваш хороший человек-то испугался? Боится, что его уличат в кристальной чистоте. Кто он? Так ты, ты у меня договоришься, девочка. Посиди пока, отдохни, подумай. Привет. Как хорошо, что ты пришел. А вы Игорь? Да, это Игорь. Я вас несколько иначе представляла. Немного моложе. Господи, какое это имеет значение. Алена сказала, что вы сможете нам помочь. Мы тут в некоторой растерянности находимся. Пойдемте, я вас с мужем познакомлю. Павел? Павел? Тут вот... Здравствуйте. Игорёк, ты что ли? Ничего себе познакомлю. Я вот сто лет знаю. Сколько лет, сколько зим. Что здесь происходит? Что случилось? Так, пап, это Игорь Савинков, мой одноклассник. Одноклассник? Алена, твой друг папин ровесник? Я спросил не о возрасте друга Алены, а о том, что здесь происходит. Дед, да у нас Ника пропала. Алена, ты с ума сошла? Николай Григорьевич, вы только не волнуетесь. Так, никто не волнуется. Аргон, брысь. Прошу к столу. Боже ты, Ален. Говори, Алена. У нас пропала Ника. Как пропала? Вчера она пошла гулять с собакой и не вернулась. Аргона нашли, а Ники нигде нет. Ага, он в подворотне был. А Ника вчера ушла гулять с собакой. Ну да, я заметил, что нет Аргона, а потом заметил, что нет Ники. Во сколько это случилось? Ну, это... Хорошо. Кто из вас последним видел Нику? Наверное, я. Когда? Во сколько? Вчера где-то в шесть. Да, точно, в шесть. Я еще на часы посмотрел. Вчера в шесть вечера? Да. Я думаю, что надо смотреть окрестные дворы. Возможно, мы найдем какие-нибудь следы. Ну и что же вы сидите? Действуйте. Да. Надо же как жизнь закручивать. Я тебя еле узнал. Ты о наших чего-нибудь слышал? Женя Романа увидел. Так. Чем пили, помнишь? Ну, а как же? У него дети, бизнес. Хорошо поднялся. Молодчина. А меня Ирка Антонова нашла через интернет. Помнишь? Главное, фотку прислала. Вот такая вот, больше меня. Ой, что время с людьми делает, особенно с женщинами. Помнишь, раньше была стройненькая, румяная. Да, где наша Антонова? А так у нее все нормально. Муж крутой, гостиничный бизнес у нее ворочает она, в общем. Ты о себе расскажи. А то я ничего не знаю, как у тебя там карьера, семья, работа. Ты же из школы-то ушел. Кстати, а что ты ушел из школы? Забыл? Забыл? Так, вы чего здесь стоите? Ну-ка, брысь отсюда, брысь! Во что лучше? Подождите. А что ярче вон, зеленый или красный? Вот, посмотрите у меня. Мне вот это нравится. Нет, зеленый, молодец. Спасибо. Очень грязные. Уходим, репетируем. Паша, Гремин. Галина Борисовна, пойдемте. Пойдем. Что это стало? Иди сюда. Ольга Петровна, подойдите, пожалуйста, ко мне. Стихи. Единственная в мире моя любимая женщина. Это же красный шум вышел. Моя жизнь имеет хоть какой-то смысл. Только если утром в учительской раздевалке я вижу твое рыжее пальто. Я люблю рисовать тебя по памяти. Вот остались. Длинная шея, переходящая в линию нежной, зеленой, чуть опущенные плечи. Но потом моя фантазия уже не может остановиться. Я бросаю рисовать и представляю, как прижимаюсь к твоей спине. А рука моя нежно гладит твою сексуальную грудь. Паша, стоп. Ты же собирался читать Тютчева. Что за странный текст? Кто автор? В принципе, автора представлять не нужно. Хотя, вон он. Он не только художник, но еще и писатель. И, несомненно, сексуальный маньяк. Прекратить! Немедленно прекратить! Прекратите немедленно! Вон, в разные вы стороны. Прекратить сказала. В чем дело? Что происходит? Что за кошмар? Прекратить! Вон, со сцены. Опа! Твое рыжее пальто. Слушай, дурак я был редкостный. Прости меня. Уж лучше поздно, чем никогда. Простить? Ты уничтожил во мне возможность быть счастливым. Я не могу любить, верить. Я ничего не могу. А как тебя простить? Забыть, как ты забыл? Слушай, ну, Игорек, подожди, подожди. Дети бывают жестокими. Вот сейчас мы пожинаем плоды от наших детей. А я не знаю, я не знаю, у меня нет никого. Я не только из школы, я и из жизни ушел. Ты мне ее искалечил, за это ответишь. Ну ладно, тоже. Мстить он собрался. Столько лет прошло. Давай поговорим о чем-то другом. Давай. О твоей дочери, например. Давай. А при чем тут Аленка? Она спит и видит, как оказаться у меня в постели. И знаешь, что я думаю? Я ее трахну и выкину из своей жизни. Я уничтожу ее, как ты уничтожил меня. Ну ладно, ты ничего ей не сделаешь. Она же еще совсем девочка. И потом она здесь совсем ни при чем. Дети отвечают за грехи родителей. Я прошу тебя, пожалуйста, не трогай ее. Пожалуйста, хочешь отомстить, отомсти мне. Прошу всем, что для тебя дорого. А мне ничто не дорого. У меня же нет ничего. Игорек, я тебя умоляю. Пожалуйста, не трогай мою девочку. Я прошу тебя, пожалуйста. Игорек. Ничего, никаких следов. Алена? Да что ж ее, похитили что ли? Да ну кому нужно похищать нашу Нику? Так, стоп, стоп, стоп. Я, кажется, знаю, кто мог ее увезти. Я позвоню, ждите. Денис! Дед, ну не можем же мы тут сидеть, сложа руки. Помолчи. Я обдумываю ситуацию. Так, Наташа, я не понял, куда он пошел? Да откуда я знаю? Родители называются. Адочка, между прочим, всегда знала, кто, где, когда вернется. И Ника тоже знала. А вы? Только каждый о себе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Денис, здравствуй. А где отец? Спит. А что случилось? Где он? В комнате спит. У Катюшки температура, мы уже не вторые сутки на ногах. А он давно дома? Давно. Я же тебе говорю, дочка заболела. Что случилось-то? Извините. Наташа, слушайте, вы не говорите ему, что я приходил, ладно? Хорошо. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Это Денис. Он ошибся. Мы по-прежнему не знаем, что случилось с Никой. Она с сумкой пошла? Она же с собакой вышла. Зачем ей сумка? А ну-ка, поди, проверь. Если сумка на месте, тащи сюда. Хотя, стой, я сам пойду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Павел! Да, папа! Пойди-ка ко мне в кабинет Я бы звонил все московские номера отсюда С одним вопросом Где и когда В последний раз они видели Нику, понял? Да, папа Да какой в этом смысл? Она же ни с кем не общается Она у нас вообще тут как в тюрьме жила Как? Но слава богу, не в тюрьме С кем-то она могла видеться, с кем-то разговаривать Смотри нам кофе, пожалуйста Вам нельзя кофе Я сказал кофе И покрепче Да может, ее уже вообще и в живых-то нету Ну а нам-то что же делать? Ну тебе прежде всего успокоиться Раньше бы так волновалась за Нику А то хамила ей С утра до ночи Скажи, ваша Ника Красивая женщина? Ну, в общем, да Вы можете себе представить Насильника или хулигана Который пристает к женщине Вот с такой вот собакой, да? Хорошо, допустим А если от нее хотят получить какую-то информацию? У вас это никакую информацию Припугнули в темном дворе Любая женщина со страху все выложит Но Ника же не любая женщина Не захочет и ничего не скажет Вот именно Ее могли увезти, чтобы выбить эту информацию Вы что, хотите сказать, что Нику сейчас пытают? Значит так В основном трубку не берут А одна женщина сказала, что видела ее где-то полгода назад Продолжай, продолжай звонить А я поднимусь в ее комнату Посмотрю еще там ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло, Назар Захарович? Здравствуйте Я Гремин Николай Григорьевич Дело в том, что у нас Ника Амирова куда-то пропала Воды дайте Что же вы за звери-то такие, а? Питяку дайте воды Вы мужу ее звонили? Ты звонил мужу? Его зовут Олег Сажин Звонил, но сказали Он в Америке будет через две недели Значит муж ни при чем Ну что, псина, упустил хозяйку-то, а? Вы что, знаете его? Ну да, он с моим псом-товарищей гуляем вместе Можно я с ним выйду? Ненадолго, а? Пожалуйста А шейник и поводок? На вешалке Вперед А кто это? Вперед Вперед, ищи, ищи Нику ищи Нюхай, нюхай, мальчик Нюхай Ну, ну Здесь, здесь машина стояла Да? Эх ты Красавец Нам с тобой ошибиться-то нельзя Думай, думай, думай О! Слышь, друг Эй! Ты здесь машина охраняешь? Да Мерцы и два джипа А что нельзя? Можно, можно Скажи, здесь целый месяц стоял Ниссан разбитый Его что, увезли? Увезли, правильно знаешь А, увезли А, чужих машин не было здесь? Ну, вчера, позавчера Позавчера? Да Позавчера стояла здесь зеленая девятка Девятка Внутри люди хамы Я им говорю, уезжайте отсюда Там стоянка, здесь, здесь Они мне такие слова наговорили До ночи простояла И эта машина и ночью уехала А что, случилось? Случилось, случилось Женщина у нас пропала, понимаешь? Женщина пропала Два, мне фересты говорят Москва, Москва Скажи, а ты номера не запомнил? Нет Номера не запомнил Нет Ну, как выглядели эти хамы? Как они выглядели? Как выглядели? Один мордатый такой А вторые люди Люди хамы Хамы люди Так и Ну, ладно Ладно Спасибо тебе Тебя как зовут-то? Аурель А меня Назаром кличут Будь здоровы, Аурель Вперед Вперед, Огонь Вперед Вперед Вперед, вперед Пошли, пошли, пошли Быстро, быстро Проходи Ему бы лапу надо протереть Ага Извините Позвольте я Да Простите, а кто ее спрашивает? Анна Нет Анна, ее нет дома Да Да, мы немножко волнуемся Скажите, а когда вы видели Нику последний раз? Угу В котором часу, простите? Где? Дело в том, что она пропала, Анна Пропала Да, мы тоже тревожимся Хорошо, мы вас ждем Вы знаете, куда идти? Ждем А Простите, пожалуйста А кого мы ждем? Это Анна Ее знакомая Соседка ваша из дома напротив Позавчера они встречались с Вероникой И Вероятно, после этой встречи Вероника позвонила мне Попросила о помощи О помощи? Да, мне так показалось А я как-то не придал значения Боюсь, что Да, жалко, что Ничего не успела рассказать Анна сейчас придет Я открою Вы, Анна? Это я Это я во всем виновата Да, вы проходите, пожалуйста Это я во всем виновата Понимаете? Это мой муж натворил Он сумасшедший Совершенно сумасшедший От него всего чего угодно Теперь ожидать можно Успокойтесь, ради бога Мы ничего понять не можем Я тоже ничего не понимаю Я же ему ничего не сказала Она просила, чтобы я ничего не говорила Погодите, кто она? Ника Да Просила вас Чтобы вы ничего не говорили своему мужу Да, я ничего не сказала Я ничего не говорила Я, честное слово, ничего не говорила А он, видимо, все узнал Понимаете? Здравствуйте А вы кто? Я ее муж У нас просто большое горе У нас больница, ребенок И все на нервах И она вот чудит Анечка, солнышко Пойдем домой Извините У меня несколько вопросов К вашей супруге Прошу вас Пройдите сюда Присядьте Значит, позавчера вечером Вы встречались с Никой Встречалась, да А вы кто? Ее друг Вы, наверное, тот человек С кем она хотела говорить Про мое дело Возможно Какое дело? А, Аня Спокойно Слушай Не успела, значит Что за дело? Я не знаю, как это связано С исчезновением Ники Дело в том, что Аня Помолчите Мы вас слушаем Она вам совсем-совсем Ничего не сказала Не успела Придется вам И как можно быстрее Времени у вас Масы у нас в обрез Мы ждем На, пей Может, вы ошиблись Не то взяли А та женщина Которую ваш шеф боится Совсем другая женщина Мы не ошиблись Мы тебя Трое суток выслеживали Мой тебе совет Скажи лучше Для кого ты соберешь информацию И мы шеф тебя отпустят Ты сам это веришь Если мне все равно крышка Чем мне на себя клеветать Прибьете меня Потом поймете, что не та Стыдно станет Спасибо за вот В туалет отведи Не велен Да Да Да, Кость Нет, мы сейчас Папа у Греминых Ника пропала Ну и что же вы собирались Сделать с этим Кулыжником Виктором Валентиновичем Я должен был с ним Расквитаться За унижение И болезнь сына Как расквитаться Избить, ограбить Или вообще убить А потом сесть за хулиганку Разбой или убийство Вот детям была бы радость Отец в тюрьме Я должен был отомстить Кому? Себе, семье Потом я не понимаю Что это за реакция такая Ну не поступил парень в институт Что, сразу вены резать? Что это такое? Сын боялся армии Из детства Да, боялся Боялся не на уровне Физического унижения А уничтожения человека Как к личности Кто ж ему такого страха-то иногда дал А вы? Я Это нормальный отцовский инстинкт Армия, она уничтожает человека Как личность Я знаю Вы, я вижу Не совсем понимаете У вас у самого-то дети есть? А? Да, у меня сын И в армии служил Вернулся целым невредимым Вырос настоящим мужиком И стоящим человек Дурдом Да Дурдом Вы простите нас по городу Извините Извините Вы ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да-да, сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Бычков Назар Захарович. А вы ко мне? К вам, Виктор Валентинович. Можно войти? А вот кого? Да, собственно, от себя. Я хотел задать вам несколько вопросов. А в чем дело-то? Жалуются на вас. И кто? Родители, абитуриенты. Так можно войти? Да, пожалуйста. Проходите. Вы меня извините, я тут кашеварю немного. Не поступил кто-то? Вадик Фадеев не припомните? Нет, нет, знаете, не припомню. За год через мои руки, знаете, сотни проходят. И многих просите оказать услугу, а потом кидаете? Не понял, какую услугу? Сайт какой-нибудь взломать. Сварганьте, махинацию биржевую. Слушайте, вот дети, а. Ну, как фантазия работает. Их бы таланты да в мирных целях. Да. А он вам кто, этот мальчик? Внук, племянник? Потерпевший он мне, потерпевший. Потерпевший. Понимаю. Поверьте мне, вот все, кто пролетел в ВУЗ, сочиняют самые невероятные истории для своих родителей. Ну, чтоб не ругали. За тупость, за лень. Фадеев. Припоминаю, талантливый парень. Но, извините, не потянул. На одних способностях-то в ВУЗ не поступишь. Так что надо готовиться, работать. Так он и поработал на вас, а потом в клинику угодил. Психиатрическую. С попыткой суицида. Вам жить не страшно? Мальчики кровавые в глазах не мерещатся. Интересно, с вами разговор получается. Вы знаете, я, собственно, занят. У меня очень много дел. Вчера вот вернулся поздно вечером из фирмы. А сейчас надо к лекции готовиться. Готовьтесь. Готовьтесь. И протеже вашему вы тоже передайте. Пусть готовится. Школьную программу повторить как надо. И обязательно. В этом году поступит. У нас ничего нет на Кулыжникова. На работе был, потом дома. Идеи есть? Каких? Идеи нет. Есть зацепка. Девятка зеленая, на которой Нику увезли. Попытай до паясников. Вдруг они их зацепили на дороге. Ага, понял. Лех, пойдем. Ладно. Подождите. Но его же надо задержать. Он же сбежит, если опасность почуял. Рванет сейчас в аэропорт из-за бугор. А там у него на счетах денег полно. Нет у нас оснований его задерживать. А что нужно, чтобы его задержать? Много нужно. Коды, названия сайтов, номера счетов. Взять их неоткуда. Есть откуда. У Вадьки, из головы. Он же всегда все помнит. Поехали, дядя Назар. Игорь, на тебя надежда. Посторожи этого жулика. Ладно, едем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Э, куда лезешь, а? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вставь! Она убежать хотела. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я последний раз тебя спрашиваю, кто за тобой стоял? Кто тебя нанял? Бычков Назар Закарович! Из полиции! Отдел по борьбе с экономическими преступлениями! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Свяжи ее. Мне нужно позвонить. Следи за ней! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Энергосбыт! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Откройте, иначе отключим электричество! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не договорили мы с вами в прошлый раз. Вы знаете, вот это уже не детские фантазии. Тянет Годиков на восемь. Статья сто пятьдесят девять, часть вторая. Мошенничество в особо крупных. Здесь номера счетов и весь ход аферы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Какой феры? Ну, послушайте, вы меня с кем-то путаете, что ли, в конце концов? У меня самолет... У меня срочная командировка. ПО тождите, вы же час назад к лекции готовились. Ну, какое-то имеет значение. Лекцию пришлось перенести. Я вам повторяю. У меня командировка срочная. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Командировка может оказаться длиннее, чем вы думаете. Где Ника? Быстро! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Домработница из квартиры в вашем подъезде. Вероника Амирова с собакой гуляла. Это женщина с собакой. Я понятия не имел, как ее зовут. Понимаете, лифт, в моем понимании, не место для знакомства. Что вы вообще от меня хотите, в конце концов? Какое имеет отношение ко мне эта вот ваша домработница? Ее похитили. Вы отрицаете, что имеете к этому отношение? Я не имею к этому ни малейшего отношения. Я живу один. В домработнице не нуждаюсь. Это смешно. Вас обвиняют в мошенничестве и в похищении человека. Это не очень смешно. Послушайте, послушайте, вы мне порядком надоели. Врываетесь в мой дом уже в который раз. Представляете мне собираться, отнимаете у меня время. Вообще убираетесь. Вон, пожалуйста, уже. Да. Алло, Бычков. Бычков Назар Захарович. Короче, она говорит, что отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Кто-кто? Бычков Назар Захарович. Убэп. Да, я слушаю. Нашли. Вот молодцы. Отлично. Отлично, я говорю. Плохие новости. Послушайте, 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 это вот, это какое-то недоразумение. Вы меня не так поняли. Я не хотела. Вот адрес, быстро говори. Где я держат? Скажешь, адрес оформлю. Чисто сердечное. Бернусь. Я не знаю, честное слово, я не знаю. Мне не сказать. Звари! Звари, говори, что хочешь! Адрес ее добудь! Я не знаю. Их номер не высвечивает. Они меня нашли через посредника. Сторожи его, сторожи. Сейчас здесь будут оперативники. Может, чайку? Что-что? Привет, Оргош. Дом кто есть живой? Да. Ну что? Значит так, я вызвал оперативника. Ага. Он сейчас дома. Надо проследить, чтобы он из квартиры не выскользнул. Так, ну-ка, пошли со мной. Николай Григорьевич, помощь ваша нужна. К вашим услугам. Надо бы выяснить, кто вот на этот телефон звонил. Последние звонки. Я думаю, что ваши это сделают быстрее, лучше других. А, авось. Еще. Группа захват нужна. Добро. Ждите. Ну, отлично. Ну, теперь все начнется. Я хочу поехать с вами. Пожалуйста. Мне это очень нужно. Ладно, поехали. Только не горячись. Так, заложим по ходу в сарай. Работаем парами. Привет. Ты что здесь делаешь? Издево автобус. Я тебе скажу, что он встанет. Зеленый. Стас! Ну, зеленый. Зеленый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Все хорошо. Слышите, все хорошо! Не в нем! Не, не в нем, все хорошо! Ну! Ну! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держись, держись, девка, держись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ника, ты меня слышишь? Ника! 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 Ты? Угу. Слава богу, очнулась. Ты молчи сейчас. Вот за руку, бля, держи. А? Поняла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мила. Живые? Ну, еще какие живые? Не говори сейчас ничего. Ты поспи лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Проснулась, слава богу. С возвращением. Откуда? Да есть тут одно местечко. Как оказалось, совсем недалеко. С того свет. Слушай. А правда говорят, что там какой-то такой черный туннель, а в конце свет. Ну, ты этот туннель видела? Угу. Вот так и знал, что брешут. Там со мной он был. Кто он? Бог? Нет. Он. Ну-ну. Что со мной было? Много чего было. Сначала похищение, потом травмы от взрыва. Тебя взрывной волной немножечко того. Ну, сейчас ничего. На поправку идешь. Где нас зашили, где нас залепили гипсом. Говорят, еще краше будешь. Как же я раньше не замечала, что вы на него похожи? На кого я похож? На него. На доктора. Какого доктора? Ты уточни. Тут докторов вокруг тебя, как собак нерезанных. Вы похожи на доктора Юрия. Юрия Бычкова? Я не знаю его фамилии. Так тут других докторов Юр нету. А значит, он на меня похож. Очень похож. Даже странно. Да че-то странно. Он мой сын. Кто сын? Юрка. Юрий Назарович Бычков. Подождите. Юра ваш сын? Да, мать, ты правда тух соображаешь. Ты успокойся. Рано еще к тебе всех пускать-то. Юрка, ты сказал, чтобы я раньше времени тебе голову своими рассказами не забивал. А ты спи. Ну-ка, спи. Ну вот, красавица, принимай гостей. Родная моя, как я рада, что все закончилось. У нас в доме творится такое просто невероятное. Девочка моя, родная моя. Я все знаю, он погиб как герой. Ну зачем он это сделал? Зачем? Знаешь, я решила, что мы должны взять и издать все его рисунки. Пусть это эскизы. Пусть не оконченные, но мы должны. Томочка, я тебе обязательно помогу. Я тоже. В смысле, я уже вот сказал Аленке, я оплачу издание. Так что никаких спонсоров искать не нужно. А Денис где? С ним все в порядке? А он все сидел здесь под дверью, не хотел уходить, но мы его за минеральной водой послали. О, а вот и он. Привет, Ника. Пустили к тебе наконец-то. Выглядишь, отлично выглядишь. Спасибо. Зачем столько воды? Это же на бассейн на целый хватит. Ну, так вот. Подождите, вы все здесь. А с Николаем Григорьевичем кто? А он в соседней палате. Не-не-не, с ним все нормально. Не волнуйтесь. Он лег на плановое медицинское обследование, чтобы быть поближе к вам и внимательно следить, чтобы вас хорошо лечили. Да. Спасибо вам, мои родные. А то я думала, что у меня уже никого нет в этом мире. Ну-ну-ну, все-все-все, концерт окончен. Доктор встал до первых слез. Все. Вот фрукты, витамины. Давай, стай в воду. Да, она скоро выпишется. Все. Спасибо. Вот так. А как же вы меня нашли? Да нашли, поискали и нашли. Делать техники, как говорится Знаешь, применили самые современные Технологии, вот Да нет, это старик твой, Николай Григорьевич, молодец Знаешь, с его знакомствами сразу все шестеренки закрутились Это я помою А этих гадов арестовали? Да, арестовали, всех арестовали И Виктора Валентиновича Кулыжникова, соседа твоего Это я помою Все равно не понимаю, зачем я им понадобилась Да я сначала тоже не понял, потом-то догадался Кулыжников увидел, как ты разговариваешь с Вадиком Ну, когда Костик привез его к родителям Вот он увидел, а Вадика-то он хорошо помнил Вот, а тут увидел, сразу затревожился С чего это в соседней квартире поселилась женщина, знакомая его жертвой Вдруг за ним следят, вдруг органы сели на хвост Это же бежать надо, дюру давать А местечко насиженное, бросать жалко, вдруг все рассосется Вот тогда-то и появилась эта идиотская идея Похитить тебя и пытать, кто тебя нанял, зачем Ну, а потом по обстоятельствам решать, что с этим совсем делать Со мной? И с тобой Отец, а в чем дело? Ты почему до сих пор здесь? Сейчас фрукты помою и пойду Ника, на пост твой бывший муж звонил, беспокоится очень Спрашивал, он может зайти? Нет, нельзя Ну, я ему так и скажу Папа Секундочку, я к тебе зайду Жаль Назар А ведь я вашего сына люблю Ловко Светлана, саблондинку Увел Субтитры создавал DimaTorzok